Блин, я, ребят, я извиняюсь, короче, я стоп-стар случайно впилил сейчас. Это я, тупик, короче, ребят. Теперь придётся запись. Бляха, муху на две части разбивать, как же я это не люблю. Нахрен я этого Иосону начал вписывать сюда. Просто писал текстом Иосону и нажал вместо ОК. Блин, остановить трансляцию на другую кнопку попал. Ребят, супрессует Иосону сейчас. Что-то проблемы серьёзные, прям очень. Так, всё, Су кончился пуш, кстати говоря. Иосону сам вперёд выдвигается. У неё собаки, правда, без мува, но их семь штук бежит вперёд, поэтому Су придётся сейчас дозаказать хотя бы парочку собак, как мне показалось. Но он королевами, видимо, решил что-то... А, он и отобьётся королевами, в принципе. Это первая карта, ребят, Су против Иосону. ЗВЗ. Гуми Хозец. Сыгран матч уже 1-1. Они сыграли, ребята. Ну, сетка есть, вы можете сами за результатами следить. Здорово, Вакорг. Здорово всем на Твиче. Есть где, пацаны, основное количество людей на Гудгеме, как же, в чате сиди. Так что, кому интересно потрещать, сюда приходите. Вот. Ну, бога, правда, здесь флут в основном какой-то тоже. Но и не только. Короче, Гумиху вперёд... О, этот Гумиху, блин, сейчас опять у меня начнётся Гумиху. Су впереди по рабочим. Иосону отстаёт. Иосону чуточку раньше гаш, чем у Су. Ну, тоже особо ему ничего не даёт. У Су, тем более, 2 газа уже добывается. Он уже лэйр заказал. И он сейчас в эволюшене, у него 100-100 будет, он закажет атаку. И он сможет просто доминировать по атаке и по скорости роучей. Атака будет. Да, пошла сразу атака. Тайминг этого граида важен очень. Ну, как раз пока сейчас лэйр доделается, там 30 секунд пройдёт примерно, пока заказана скорость будет, и они синхронизируются примерно. Атака, рейнджовая скорость. То же самое делается. Гекс поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, ещё соточка, да, прибудет в твоём кошельке. У меня радость сегодня. Полторы недели сидел один на один с восьмимесячным сыном. И сегодня приедет жена. Наконец-то буду курить, когда мне хочется. А не когда он спит, можно будет даже попить пивка и выспаться. Да ты, Гекс, отец героин, просто, я тебе скажу. Тебе надо, блядь, медаль дать. Вот. Не, на самом деле, это ты, конечно, молодец. Но курить надо бросать, скажу тебе честно. Сиди нахрен не нужны. Это левая тема. А так, спасибо. Так, ну что, третий Хатес. Третий Хатес, ребят. И здесь третья Хатта. Но Су впереди на 20 лимита. Особенно здорово всем, ребят. Завидеть их сюда будет. Чем дальше, тем интереснее будет вообще. Потому что у нас сегодня в этой группе, я пока не говорил, ребят. Ну, вы сами все видите. Играя Теосуну, Ксу, Гумиху, Зест и Хиро. Вот такой вот состав. Очень крутой. Все расы, так же, как в предыдущих, представлены. Но Тиран всего один, Мишаня, Гумич. И вообще хорошо, чтобы он, конечно, в троечку-то попал. Потому что пока только Инновейшн вышел. Но он с первого места, насколько я помню, вышел. Да, Инновейшн с первого. То есть он уже будет в четверть финалах, получается. Пусть еще и Гумич будет где-нибудь. Там тоже. А тут Су приходит. Камни решил не пробивать. И здесь решил не пробивать. Нигде решил не пробивать камни. Меняет направление движения. Да ё-моё! Вот это вот что это за лабиринт? Пока идешь, там уже, ё-моё... Не то, что хайф. Там бруды 3-3 уже вылетят, пока тут добежишь. Ферму роучем выбежал, к брудам прибежал. 3-3 просто, я не знаю. Тут надо как-то камни пробивать вообще. 59 дронов Су. 52 Асона. Но в целом по лимиту более-менее близкая игра идет. У Су чуть раньше тайминг плюс 2. Еще и поднасрал на плюс 2 погибающим уверсиром. Казалось, все, ничего он не может на пакость избивать его. Нет, засрал апгрейд своим кастом этим на 125 энергии. Есть у кого уверсира? Да, вот он, этот каст. Инфекция называется. Он 125 и на 21 секунду он все блочит. Короче, все грейды, здания. Юниты не строятся, апгрейды не делаются. Если на хату кидать-то, кличинки из нее не вылазят новые. И Асона в ответ то же самое сделал, но тоже уверсира потерял. Но вот реально лучше не терять уверсира, но не кидать вот эту тему, как мне кажется. Но в итоге вернулись к тому, что вывод. То есть кастли друг другу подзасрал. Грейд, и будет тайминг такой же одновременный примерно. Грейд, и будет тайминг такой же. Так. Ну что, Асончик забегает. Су на центре там с ним пока собирается побиться. Лимиты равные практически. Фаерболы заходят от одного, от второго. Су заходит вперед, он словил тайминг плюс два свой, а тут только одна атака у Асона, ребятки. Су умудряется проломиться вперед. Да, прирост есть, 13 роучей, но атаки второй все еще нет. И кажется, Су идеальный тайминг словил. Он пробивает, но ему здесь роучи пришли, они шатают просто вторую базу дико. А если сейчас Асонаким Чудом с приростом здесь отобьется, у него есть шанс еще, по-моему, на победу даже. Или нет шансов? Нет, с Фаерболу ловить будет шансов никаких нет. Здесь роучи отбиты в итоге, 103 на 137. Но вот здесь вот я так и подумал, сейчас реводжеры одни без прикрытия останутся. И куда им деться-то от роучей, которые быстрее бегают? Да никуда ты здесь не денешься, нужно ждать прирост твоих роучей. Реводжеров отводить назад нужно срочно. Роучи сами вперед вышли. А, Су еще раз уверсиром грейд заблочил. Молодец, слушай, я этого не заметил, я и думаю, что долго не было апгрейда. Мне показалось, что он раньше должен был доделаться. Выбивает прирост здесь, Су и Астону. И ставит точку в этой карте, по-моему. Или не ставит еще? Не, пока не ставит. Ну, короче, гг, не сек, ждем, ребят. Как-то, ну, на классе, я бы сказал. Все было, бро, более-менее ровное. Астону достойно смотрелся. Большую часть игры. Как бы по лимиту шел нормально. Но не было боя, как бы, получается. Ну, и... В итоге, когда бой-то начался, видно, что Су посильнее все-таки. Не, Астону все еще не сдается. Суни, с понтом сбегание небольшое было, но он ничего не делает. Суни, с уни, с уни... Суни, 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 с уни... Так, все, ребят, погнали. Вторая карта у нас. Су против Асончика. На кофе мне допить. Так, Иван Антоненко, твич есть. Здорово всем еще раз, ребят. Шайба у тебя, квартира в Турции. Нихренасть ты ее выдаешь. Еще, Иван Антоненко, у тебя какой-то конкретный замес. Я не знаю, в чем прикол. Браузер, может, другой пробовать, я не знаю, еще. Вроде как бы проблем не было пока ни у кого особо. Так, кстати. Спасибо еще раз за пантержончик. Семь. Семнадцатая хата. Я осуну, ребят. Семнадцатая... А, нет, пул первый у Су. Вот уже отличие. Но в хатку пул. Сейчас две собаки оббегут. Пошел Бейлинг Несс. Будет ли агрессия или нет? Пока непонятно. В принципе, вообще жестко агрессивнейший Су хотел. Он бы сейчас только собак бы строил. У него дроны строятся. А я осуну, между прочим, восемь собак заказываю. Это очень подозрительно. Мне кажется, вообще, то есть королев еще нет, а он уже рингов мастер. Слушайте, это агрессия какая-то явная. Но тайминг Бейлинг Несса таков, что он может законтрить всю здесь агрессию и осуну. У него восемь рингов. Через двенадцать сейчас будет. И дроны пошли прям как-то сверх агрессивно. Су тоже заказывает сейчас собачек еще дополнительных. Двенадцать штук. Сейчас Бейлинги здесь заморфлены будут. То есть это будет врыв сейчас. Причем врыв очень неслабый. Врыв улыновый такой, который должен какие-то плоды принести обязательно. Так, собачки вперед бегут. Все, у Су скорость готова. Асу ну нифига там не готова. Бейлинги пошли вперед. Ну куда, в третью хату будет атаковать Су или куда он будет атаковать? Вот в чем вопрос. Через верх Бейна уже обходят. Собаками надо бежать в тыл сейчас. Надо развести здесь на Бейлингов врыв. Так, Бейлинги заходят сюда. Королевам или куда Бейлинги заходят? Да никуда они пока не заходят. Ну Су активно здесь атакуют на Адронов. Минусовать Бейлинг взрывается раз. Второй Бейлинг в никуда взорвался. Здесь надо с собачками размениваться. Либо Бейлингов еще делать. Либо третью надо постараться отменить. Су что он сейчас и старается сделать. Это отменить третью. Но тут что-то у Ясона много собак. Вот Су два Бейлинга бы доморфил сейчас. Он бы был бы царем. А у него их нет просто. Вот он мог бы грызть хату спокойно сейчас. Секунд плюс 15 где-то. Если Бейлинги были бы. Сейчас вынужден отступить. И куда эти Бейлинги? На муве они на хату, на вторую. Понимаете, они не смогут забежать, к сожалению. Но уже 28-17 по рабочим. И по-боевому, что самое главное, Су больше. Вот как так умудряются? Прикиньте, какой макро здесь у корейца. Я же не про стоимость беру. Что-то прям квартиру в Турции купил. Зачем она тебе там нужна-то просто. Так, опять дроном грызается у нас Су. И Асона ничего не может сделать. Очень похоже на 2-0. 30-55 по лимиту. Дотеканешь. По что, ребят, это 2-0 Су? Это очевидно уже становится. Но пока Асона еще держится. Но я не вижу вообще. То есть, какого рода здесь чудо должно произойти, чтобы победил и Асона. Понимаете, как бы. Только Су, может быть, выкинуть из батлнета, мне кажется. Других вариантов я здесь просто не вижу. Так, может это в игре фризит про то, что вы говорите? Хотя, по идее, не должно нигде. И в игре тоже фризить. ХЗ, ребят, все нормально должно быть. Я, конечно, случайный стоп-старт там сделал. Может какие-то работы сейчас идут опять. Потому что там в чатике, в скайпе много обсуждений каких-то. 25-66 по лимиту. Непонятно, на что рассчитывает дальше тут Су. И что он вообще тянет? Резину. Ну, Су дожимает, ребят. И в ГГ, там уж 9 роучи пошло. Ну что ж, следующий у нас по расписанию пара, это Гумич Су. ЗВТ, получается, у нас должно быть. Ничего не верится, что Гуми Хосу вынесет нафиг здесь. Думаю, как минимум 1-1 должно быть. Здорово, Ледоколыч. Здорово, Ледоколыч. Надеюсь, человек сможет сделать ту нехитрую операцию, о которой ты говоришь, но... Чё-то от некоторых приходит. Ну, на самом деле, немного людей жалуются пока что. Ну, вроде в целом-то всё нормально. У меня вчера ещё из игры фризы были небольшие, но сегодня вроде нет, сегодня даже... как-то и фпс получше выглядит. Возьмите. 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 Продолжение следует... 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 Так, Беллинг Нест у нас лет. Ну тут дропчики начинаются. Тут 4 Марика, Циклон, дроп. Потери, как были, Риппер. У Тирана 3 Линга Зерк потерял, в общем-то. Один тогда был убить, два еще потом. Пошли инженерки. Лейер третью сейчас будет раскачивать. Уже 7 дронов заказан. Но пока не видно эволюшн. То есть по апгрейдам должен отставать будет. Так, 1 на 1 грейдики, ребят. Здесь эволюшн, кстати, ненамного позже будут грейды. Но Гумич не играет, Гумич играет био. Это положительный момент, как мне кажется. Ну вот, то, что Гумич играет био. ЦУ начинает качать газ на третий. Милишные грейды пошли. Макро хата на мэйне. Три дрона минус гелики заехали, ребят. Ну, сразу же свою сгрыз. Ну, а еще и покататься рабочий заставил. Ну, три дрона это вообще как бы не потери, по сути дела. Слабые потери, в общем-то. Надеюсь, сдал газ. Кстати говоря, и четвертая хата пошла. Майлики с циклончиком рядом стоят. Могут четвертую отменить легко. Так, ладно, погодите-ка. Не буду полностью... Раньше конца стрима разбанился. Отменяет четвертую Гумич. Ну, что ты, Су, вообще? Су не нажал эскейп, почему-то и четвертая хата упала, ребят. Как вы понимаете. Пошла заново. Не надо было ее так терять. Конечно, гидра пошла. То есть, 300 минералов просто вылетели в трубу, плюс дрон погиб. Так хоть отменил бы, может быть, даже дрончик бы выжил бы. И минералы бы вернулись бы при этом. В всем большая часть. Может быть, даже сразу получилось бы заказать ее. Ну, не знаю. Так, Гумич тут со всех сторон пытается Гумич зашатать. Ну, двумя мариками хитрец. Всех не выгружает сейчас. Только два марика выгрузил. Гидра Алиска в шесть первых уже вышла. Скорость делается Гидре. Здесь Крип собрался почистить. Гумич хитрец. Да, чистит Крип. Ребят, шатает. Это очень тиран со всех сторон. 2-2 пошли у него грейды. УСУ не заказаны. 2-2 пока что. Третья вовсю качается. По рабочему же вровень идет. Ну, а 14 дрончиков. СУ он не хочет вровень с тираном по рабочему идти. А кто с тираном хочет вровень идти? У него еще и мулы есть. У 78. Сразу за до заказ. Все это на четвертую базу выдвигается. Блин, ну как ее шатать можно жестко? Так, вот-ка, Форевер. Ты там что, обгашенный что ли? Что ты все мне пишешь-то не в поплат. Ты, наверное, не мне пишешь, а кому-то другому. 2-2. СУ тоже заказал. Инфестейшн на мейне. Один газ, кстати, на мейне до сих пор не добывается. Пора заказать газ. Уже дроны лишние есть. Или перевести их отсюда. Нужно и газ заказать, и дронов перевести. Вот на четвертую-ка газ ставится. Например, 82 дрона у ГУМИК, у СУ. У ГУМИЧа 71 ксм, 4 цех я, правда, пока не наблюдаю вообще. Так, хайф пошел. Как не было, так и нет газа в итоге. ГУМИЧ делает выход. Су его сейчас заметит овером, естественно. Видит, что тут немало мариков идет. Хотя нет, овера отогнали. И теперь непонятно, что тут танчики пришли. Вот только сейчас это становится ясно. Танк Сиджи-то таким образом, что начинает атаковать. Но СУ решил не ждать, пока его здесь убьют. Он пошел сразу в налом. Линги, бейлинги идут вперед. До мариков докатывается значительно их часть. Гидры, пачка. Просто 22 штуки сзади идет. И с помощью Грейта, опять же, сделан бы был. Они бы наплевывали вообще замечательно. Продемоджил медивак еще у нас. Неслава СУ к ГУМИЧу. Здесь криво. Линги абсолютно дерутся. Надо их расплетануть. Ну вот медивак упал. И теперь можно в бой бросать. Но опять они криво в одного марика, блин. Сгрызлись. И это не очень хорошо. В это время СУ делает выход, опять же, на ХГ или не делает он. Кстати, здесь и на рампе депошетки. Везде все как бы здесь. Здесь везде можно биться. К рампе может пойти. По гидрали скам неплохой залп. Два гидрала минус. Остальные ушли. Может быть, имеет смысл уже камни пробить. Лимит от СУ намного больше, чем ГУМИЧу сейчас. Ну вот он не воспользовался своим преимуществом, на самом деле, сверхсерьезным. Можно было вот сюда пробить, как бы, например, попытаться зайти. Но он не знал, едет здесь юнита. Нет, ну одну собаку для разведки можно было. Хоп, собаку подвоем. Здесь никто не стреляет. Танков нет. Сразу бэлингами пятью взрываем 3D-похи. И сюда забеганием лингами. Даже может гидрой сюда было встать, пока тирана не было. Например, попытаться проатаковать. Так, сплитит СУ гидру. Свою. С двух сторон пытается ГУМИЧу зайти. Фронт широкий сделал. Гидра лингобэринги заходят. Танчики падают. Медиваки эвакуируют. Био сбить можно было. Прямо над гидрой летел, но она была занята юнитами наземными. Такие моменты только вручную делаются. И уже ультралиски сейчас начнут строиться, ребят. Здесь марики без всего, без медивак. Конечно, собаки их моментально сейчас аннигилируют, грызут всех нафиг. Кстати, есть ли адреналин? Нет, адреналин отсутствует. Между прочим, и гидра. А, вот, посмотрите. Ну, вот, это типичная, короче, тема такая для зерга. Гидра без грейдов вообще. И в итоге ее сбривает. В смысле, вообще без атаки, я имею в виду. Не вообще, а две-то брони у них есть. То есть убивают гидралиски мариков. Марики гидралисков не так быстро убивают. Но гидра зато терпит просто от того, что не может мариков быстро забрать. Это важный момент, естественно. Ей нужно прикрытие. В виде линго-беллингов, чтобы они разменивались. И гидра уже добивала, ставила точку. Там медиваки всякие сбивала. Либо делать и, ну, рейнжовые грейды. Я не понимаю. Такие макро-зерги, как Су, да... Ну, не знаю. Мне кажется, надо рога вот это внедрять. Тему, как он в мех играет с тремя эволюционами, так и здесь. Посмотрите, ресурсов хватает на все. Просто вот средняя стадия гораздо лучше будет и проще проходить. Если у гидры, допустим, как и у милишных, будет тоже две двойки апгрейды. Причем будет выбор даже. Там уходить или в ультралов вообще. Или может на этих юнитах так до конца и биться. Просто тройки делать себе там. Ну, уж потом каких-нибудь трудов. Может там шпилили. Или в стиле рога там для свитча делать. Даже против бьё. Там два шпиля сделал, грейды налепил. Три-три. Если надо муту резко, как свитчнулся там. Хотя против бьё это, конечно, опасно. Но может зарешать. 126-180, ребят. Ультралисков две штучки. Панцирь есть. Да, панцирь есть. Адреналин вспомнил. Вспомнил про адреналин сейчас у нас сур. Третья броня. Через 15 секунд где-то будет атака. Чуточку попозже третья будет. Так, ну гумиху 200. Гумиху пятую тоже занял. Слуш, шестую баз занимает. Гумиху 3-3 био. Гумиху танки с одной бронёй. Одна атака воздушная. Рейндж с либератором пошёл. И по 4 либератора строится. То есть, если Су будет тянуть на самом деле. Да, у него запас резов очень большой сейчас уже. Но крипа прям не адски много. Во-первых. Во-вторых. Должен я сказать, что либераторы с рейнджом, они могут перевернуть еще эту игру. Вот заходит уже Су. Гумих сейчас к Су. Су понимаешь, пора бой принимать. Есть вайперы. Можно зелёнку на танки поставить. Можно притянуть танки. Можно либератор потянуть. Ультралы ломятся вперёд. Зелень на танчики пошла. Куда ещё? Притягивается один из либераторов. Второй танк тоже под зелёнкой. Ультралы, кстати, развалились. Ребят, очень удачная битва для тирана. Очень удачная битва. Позиция для Су была просто кривейшая в итоге. Ультралы, новые собаки заказаны. 200 лимита ЗРГ будет. Сопас ресурсов спасает просто невероятно. Плюс доделывает апгрейды сейчас Су. И у него гидра усиливаться будет сейчас очень-очень сильно. Когда у него хотя бы две атаки станет. Да хотя бы одна уже лучше будет. Да, как бы она атаковать. Ведь гидра здесь это неотъемлемая часть армии. Очень важная её составляющая. Линги там какой-то в центр помчали. Ну, кстати, сенсорка есть и собак-то. Видно, что они оббегают. Смотрите, он просто гумич должен видеть прекрасно, что линги оббегают здесь. Ой, депоха закрыта. Всё прекрасно видел. Хрен, что закрыл называется. Я, конечно же, вижу. Забегание мы, конечно же, видим. Но депохи закрывать не будем. Здесь Су всё-таки прогоняет гумиху от своей шестой базы от шести часов. Шестая на шести, короче говоря. Дабл шесть. Вайперами зелень можно было. Сейчас медиваки накинуть. Два вайпера на муви слил. Просто Су, что ты творишь? Вторая атака воздушная. Либераторы. Ой, сейчас они станут опасные, ребята. С двумя воздушными атаками. Если давать, сейчас отстроятся ещё гумичу. Как же опасно. Сейчас будет микс просто невероятно сильный. Наверное, сложный для того, чтобы законтрить его. Получается. Висё в сенсорках. Всё видит гумиху прекрасно. И уже ультралы скоро могут стать практически бесполезны. Сейчас 10 либераторов. Стрэнджонс плюс 2. То есть у них уже 85, они лепят просто с дэмэджа. Это очень много. Где-то дроны начинают. И вот они, да. Смотрите, либератор здесь встал. И всё, я его попробую убить. Королева пришла. Фига её вынесло последним выстрелом. Когда улетела просто. Когда либератор уже фактически погибал. Но запас всё ещё у сука еще больше. Груды нужны ему, наверное, чтобы законтрить. Хату пытается гумиху забрать. Забирает хату. Ё-моё. Что за шаталец-то такое пошло? Вообще везде расшатал. Так, здесь Бью заходит. Ну, опять сучу-то порезит. Сразу в бой не вступает. Сразу минус хата. Эскейпа нет. Отменить её не получается. Забираются медиваки. Вайперами притягиваются. Ну, хоть что-то забрал полезное. Ну, гумиху сейчас 200 выйдет. У него больше боевого будет. У него вообще всего больше будет. На воздуху су только одна атака из апгрейдов. Где, кстати, шпиль находится вообще? Вот он, шпиль. Он не Грейтор. Даже спарпик брудов не будет пока. Здесь новые базы-то есть. Все есть. Экономика есть. Но я не вижу пока перспективы для сушек. Удачно в лоб подраться. Вот он упустил тайминг, когда он с ультралами только вышедшими начал доминировать. А теперь уже тяжелее намного ведь драться. Так, характеры здесь у нас минусуют либерков. Либерки притягиваются. Ядра с ними бьется. Хараптеры унижают воздух. Ультралы дальше гонят. Либераторы все, минус все. ГГ пишет все-таки гумиху. Сув благодаря запасу все-таки задавил. Как-то нелепо было. Сейчас гумиху пошел отдался немножко по частям там на дропах. И Сув лоб пробил. Хотя гумиху все время держался хорошо просто. Все время хорошо держался. Здорово всем, ребят, еще раз. Рекламу в паузе пилю. 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 Так, ну что Вторая карта, ребят, Сугумич Су 1-0 повел Вторая карта Одиссея В этот раз Су играет Семнадцатую хату Газпул В предыдущий раз он Пул первый, кстати говоря, играл Ну тоже неплохо получилось Гумиху, барак Газприпера В ЦЦ Ху Факту играет Либо во второй барак Факту для дропа Мариков, не знаю, но опять Газ Не самый ранний получился здесь Вторая Депуха, все стандартно Достаточно Посмотрим, как по стандарту Су сыграет у нас В прошлый раз как-то уверенно Я бы сказал, то есть зерг Да, не безошибочно, но Довел до победы, то есть вышел В микс, который ему нужно С ультралами, плюс караптеры по воздуху Плюс гидра Грейды, запас Ресов, там все как у зергов и бывает Но, как мне показалось И мне так давно уже кажется Надо этот билд делать через 3 эволюшин Когда не с самого начала Конечно, но добавлять Третий эволюшин, когда 2-2 делаешь То есть если милишное делал То 2-2 казака Третий, первую атаку рейнжовую Хотя бы делать Потому что С трех хат уже раскачанных Это позволительно А там уже четвертый выход идет И гораздо более четко На позднюю стадию будет выход А может быть даже и сразу 3 эволюшина ставить 3 единички делать В принципе-то это дороже будет На стоимость эволюшина На один дрон И на 100-100 просто Да, там двойки Конечно, можно не сразу заказать будет Но двойки можно в стиле Сначала броню, потом атаки Там заказать Короче, ребят Хватит теории Вторая карта Гумич против Су У нас получается Раскачивает Су вторую Ставит третью Не самую раннюю, мягко говоря А у Гумиху третья цеха с мейна И выход в стим идет То есть Ну, нечто подобное Предыдущие карты Но По этому билду Очень пассивное получается У нас начало На самом деле Иди на окно Так, начинают Суже камни тут грызть Слеер пошел И два эволюшена Инженерки Конечно, у Гуми Чуть-чуть раньше Вот у него 1-1 Грейды уже пошли Старпорт на реакторе будет Или барак еще один Наверное, барак все-таки Должен быть Или что это будет Нет, Старпорт Смотрите-ка, пошел Два барака И сразу Старпорт А третий где-то Вообще по этому билду Как обычно с трех играть Ну, это примерно то же самое Что дроп 16 мариков Получается Только более поздний С третьей цехой То есть его задача не пошатать Просто понапрягать Хотя бы чуть-чуть И самому тирану Выйти просто в Третью цеху В низкой А Су в этот раз Играет вообще Опа Рейнжовый стиль Через роучи Похоже Роуч ворон-то Неспростаде сделается Плюс один с дронов Третья уже база Будет раскачана То есть тут Халявит Су вообще По максимуму Цецеху, говорит Не надо сажать сюда Пока марики выйдут В это время Пройдет И нормально Овер нагадил Главное сейчас Так, гелика Окружил Су еще Пока действует Очень даже неплохо Заезжает На второй баз Забегает Здесь марик Пытается прикрыть Гиллиона Собаки уходят Овера просрал Зачем овера-то Просирать Пока собак Здесь контролил Надо было Видишь Марик идут Ушел Пока крипс падет Время пройдет И овер бы Выжил бы Ну ладно Это мелочи Наверно Судум считает Роучи пошла Пачка хорошая 11 штук заказа На полимиту Зерк поэтому Уже в плюсе Криптуморы По сторонам Распространять Криптуморов Немного Но на все направления Они идут Сюда Прекрасно Откуда Гумих удропается Ой Минус Овер Неприятно Скан Пошел Где Роучи Что Су Делает Крип Отдал Овер Отдал Нахренам В итоге В продакшен Немножко Просел Пока Оверов Подождать Нужно Тут Соплай Блок То есть Ничего Заказать Не может Вот Выход Пошел Сейчас В итоге Если Атака Будет Эти Юниты Придут Нормально Но Прирост К ним Вообще Не сразу Придет Который Мог бы Очень сильно Помочь Например Так Летит Гумич Реведжера Видит Реведжер Сваливает Такой Куда Куда Попер Куда Здесь Уже Су Пришел Вперед И Гумиху Просто Нечем Встретить Ребят Фаербол Может На ход Ноги Кинуть Да Хорош Фаербол Ксн Падает Практически Все На третьей Базе На дальней 149 95 Прям в лоб Убьет Роуч Реведжер Похоже Что Да Смотрите Насколько Все Перестимлено Вхлам Здесь У Гумича Фаербол Падают С тыла Приходят Марики Почему Не на стиме Идут Медленно Идут Вальяжно Так Здесь Уже Базу Ломают А они Идут Без Стимпака Ёма Фаербол На Мариков Заходит Короче Это 2-0 Изи Для Гумиху Ребят Мы ждем Следующую Карту Я думаю Что По лимиту Вы видите Все Что Здесь Уже Ну То есть Тирана 2-2 Грейды Не доделаются На что Могла бы Быть Надежда Азерк Идет Дожимать Боевого Больше В 3 раза Почти Ну Не в 3 Конечно Фаербол И Гумих Уловит Все Вообще Не уворачивается Что Творит Вообще Этот Гумиш Так Дела Не делаются Потому что Он 1-1 Сыграл Первый матч Получается С детством А сейчас 0-2 Отлетел А вот Су Уже 4-0 Получается Идет Что ли Ну да Су 4-0 Уже идет Двух Забрил В хлам Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Так, прыгаю в игре Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДмитраTorzok Кира ставит третий Нексус Здесь понимает, может, что что-то здесь не то Он полетел наверх Призмы, но я думаю, здесь пока что Здесь не понимает, что это именно Ниндзенычка То есть он Это важный момент Плюс один чаш заказ, почему-то не бустится Чаш, например, он, конечно, не так долго Делает сотку секунд Сотку это тоже долго Иллюзия минус Феникса Иллюзия минус Феникса Так, ничего себе здесь Посмотрите, четвертый Нексус Плюс четыре гейта Двенадцать гейтау будет А Хира тем временем лимита больше здесь Ну, правда, очень-очень мало зилотов Меня это сильно беспокоит Сталкеры на мейн зашли Мазеркор здесь есть Одновременно на третью базу разводка идет Уверчаж надо еще один ставить Фаржу забирать Да ее просто В итоге плюс два на ноль-ноль Грейды Не в пользу Хира, ребят Ну, у него лучшая экономика сейчас Намного, чем у Зеста получается Здесь очень не хватает Хотя бы одного иммортала Здесь прогнал Хира Здесь-то вон Кстати, сентри можно забрать Сентри падают Сейчас еще Ой, иммортал на муми пошел Не в том направлении сейчас Хира отступает Сейчас сместится сюда Делки! Куда побежали? Зеста, ты что творишь? Хира, ты что творишь? Делки бегают куда-то непонятно Куда вообще? Сверху врыв Здесь еще Архона есть Хира идет вперед Принимает Зеста будет с двух сторон И подловил-то как вообще жестко его Единственное преимущество Зеста Опять же, повторюсь Это плюс два апгрейда Но они в ПВП, поверьте Очень сильно решают Плюс два апгрейда Но Архоны Архоны просто топчут Зелков сейчас Нужно бы, конечно, на призму контроль делать Что с Хира в итоге и делает 128-103 по лимиту Еще один Архончик падает Вот Мазеркор вылетел вперед Не понять, куда он там полетел Надо бы забрать Хира пытается призму фукуснуть А у Зеста их две, говорит Фукуси, у меня вторая здесь есть Все вообще нормально Третья атака у Зеста делается Но Хира с 0-0 благодаря вот этой базе Просто Зеста топчет Идет В общем, в Зест так и не увидел Что там база Но он видел, что оттуда юниты Какие-то выходят Просто к нему Архоны контролятся Вот тут заходят Один уверчаж Все, у которого здесь ничего не решит Лимиты слишком большие 1-0 Хира, ребят Ну Хира в последнее время уверен Но игру демонстрируют Это Все мы видели и знаем Вообще Все мы видим Все мы видим Продолжение следует... 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 Так, 3428, ребят, рабочих количество Третий Нексус Хира собрался ставить Но пока не спешит С этим у Дестфоржа здесь Даркшань делается И еще одна пробка Еще одна пробка выведена Причем у Деста, а вот, роба пошла Не, роба пошла, но я не знаю Дарки все еще могут зайти как-то здесь, наверное У меня такое ощущение складывается Но насколько они сильные дэмэдж смогут нанести То есть пилон здесь наверняка будет с армией О, этот обсержер здесь наверняка с армией оставят Как бы Все нормально будет Но с другой стороны, посмотрите, у Хира Нексус третий У Хира тоже роба Фаржи правда нет Рабочих у Хира больше, чем у Деста Лучше еще один газ добавлять Почему Фаржу не делает, не пойму Дест тоже Нексус заказал, насколько я вижу Пилончик Хира заказал Пробку увел на ХГ, поставил там Дест спускается, что он тут? Прокси ищет пилоны Нашел Прям нашел сейчас Даркова артирса один Заметил здесь, что там Дарки поперли вперед Понятия не имею, что там Дест заметил или не заметил Но Дарки обходит, кстати говоря, с краешку самого Может быть он и не видел ничего Точка сбора прямо сюда стоит Че там Дарки видят здесь Дарков? Да, видят Дарков Сейчас Филд пойдет, кстати, возможно Или не пойдет Ай-яй-яй, Филды Сентрю срезать надо Ну, хоть Сентрю срезал и то хорошо Оракул в кламм демеджен И можно просрать его Поэтому надо аккуратней Пусть отрегенится По рабочим Хира как был Плюс так и остается По грейду в минусе И Мортлов начинает подстраивать Даркшайн есть То есть есть возможность Архончиков запилить Здесь-то тут какие-то опять движухи на центре идут Хира еще один пропси пилон поставил То есть он здесь-то все еще будет напрягать Он говорит об этом И опять Нексус в стиле предыдущей карты, ребят А Ниндзя Нексус со стороны Хира Блин, он прям в детстве обманывает вот это таким образом Но в данной ситуации нельзя будет подстраивать пробок на него Почему? Потому что в прошлый раз это можно по причине было делать Потому что он очень ранний был И на двух базах рабочие были, да, как бы, получается И, ну, то есть нужны были на третьей рабочей Здесь же мейн кончается То есть уже здесь по максимуму пробок на этих трех базах Их нужно распределить на одну еще отсюда, как бы, а не постраивать там новых То есть придется ТП делать туда Мазар Шепкором Но энергии 200 и в легкую Хира сможет этот ТП сделать туда У Деста тоже четвертый Нексус пошел Но у него открытый Нексус получается Чарж там и там, архивы Темпларов Хира ставит, кстати говоря У Деста есть уже архивы Темпларов Но у Хира есть Даркшайн То есть может Дарков делать... А, даже без ТП просто переводится рабочий Ну, тоже как вариант И семь аж целых гейтов Хира ставит Кое ему так много-то Будет десять в ближайшее время Газ, вот архивы Темпларов ставятся Четыре Нексуса есть Где же Газ-то, чтобы Архонов было больше Газ даже на третьей базе не добавил Не говоря уже о дальней Но добыча началась, по крайней мере, там сейчас Зест, кстати, сталкером тут вообще рядом находится На Ксилнаге Чарж доделывается у Хира Чарж доделывается и у Зеста Тоже одновременно практически доделывается У Зест доделывается плюс один А у Хира доделывается плюс один А плюс два заказывать Иначе будет отставание по апгрейду Она сейчас на поздней стадии Это очень сильно решать будет Отставание по этому апгрейду У Хира вообще вперед выдвигается или нет? Ну, у него десять гейтов с одной стороны С одной стороны, вперед он может выдвинуться, да Но у Зеста гейтов не меньше У него, по-моему, даже больше Двенадцать гейтов Ё-моё Удаёт Не, Хира там ловить нечем с таким раскладом У него, как бы, грейды хуже У него атаки нет У него гейтов меньше То есть тут он не продавит явно Зеста Развалиться может, это точно Может, Таракул прилетел Минус Аракул, Ревелэйшн Кинул Хира Да, варп идёт Видит, что Зеста два фига И больше там юнитов Да, раков варпит Один куда-то пошёл забегать Видимо, на вторую базу Да вот же с этого пилона варпанул И пусть и медленный хоть варп здесь Но можно развести хоть было Так, и кажется, Хира собирается Залететь сейчас Варпануть туда В тыл Зесту На вторую базу чего-то там А, и Мортлы плюс зелки сюда Дарк на вторую Вот эта разводка пошла Коронка просто со стороны Хира Пилоны надо заврить Именно Иммортлами Что Хира и делает Иммортла надо законтролить Иммортл не контролится Но 12 пробок минус Дарк режет на второй Можно на мейн вообще зайти сейчас Дарком Зест пока никак не отреагировал На это всё дело И на третьей базе врывается Хира Вот это разводок пошёл Просто конкретный Три базка с Дарк пилит Мы 21 пробка минус Катастрофическая экономическая ситуация У Зеста всё растащили Всё разворовали Дарки, зелки и все эти юниты Иммортл, Мазеркор башку напёк Минус Иммортл в итоге Зелки и сталкеров режут Очень удачно До варпа у Хира идут все в тыл сюда То есть он именно прессует Нексус этот всё Второй до сих пор Нужно бы Нексус бревать Призма уже на мейн полетела Зест понимает Чему что-то делать надо Пошёл Архон и против Архонов биться Ну здесь, кстати, Хира в этой позиции Разменивается хорошо 138-108 Варп на мейн Везде мясо идёт Нексус упал Здесь Зест прогоняет Хира сейчас варпанёт на свою ниндзя Нышку эту группу развалит просто А на мейне всё ещё он убивает И, кстати, здесь Апсервер есть Да, есть у Зеста Ну как же Архон тут с зелками режет Просто нормально вообще он тут режет Зест делает варп очередной Здесь у нас пилон с уверчажем Призму бы зафокусить, а не так просто биться Пилон в итоге падает Архон выжил, но недолго Он там сражался Зест заходит на ниндзя нышку 55-42 по боевому лимиту Ну здесь что-то встал Куда хиро-то ушёл? Базу что ли отдать он хочет? Чё он творит-то? Ё-моё А чё хиро творит-то? Он Нексус решил отдать! Вся армия здесь была! Чё за тупёшь-то, бля Я не понимаю действий хиро Реально, ребят Я сейчас не понимаю, чё делает этот игрок Зачем было сейчас отдавать этот Нексус? Необходимо, с чём была сейчас? Зелки выпиливают всё везде Зест давар здесь делают вообще Хиро приходит и просто давар взбревает Сейчас через Аклик Архонов плюс зелков Зест Ну хотя я понял Хиро решил разменяться и убить Зеста Ну с другой стороны то же самое Он бы отбил бы Он бы отбил бы и там бы, короче говоря И так же в атаку пошёл Просто не понимаю тактическую хитрость Немножечко недопонял здесь Вот Но в итоге это принесло свои плоды Он победил Может быть даже он как бы сделал здесь всё нормально Бляха-буха Аклик Аклик Ну что, неплохо очень Хиро бился, конечно, здесь. Хиро против Су должен матч сейчас быть. Кстати говоря, это почти что... Не почти что, может быть, кстати, не этот матч будет сейчас. Почему? Потому что Хиро против Су это фактически за первое место у нас. Хиро победил Дезто 2-0. А, ну хотя не, еще не за первое, еще Хиро там Саосуну будет биться. Здесь Саосуну будет биться. Какой-то Ход создан у нас. Так. Ну, раз. Так, ребят, надо мне позвонить. Еще, погодите. Сейчас, ребят, позвоню, вернусь к вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, все, я здесь. Ну что, ребят, Су против Херончика у нас бьется здесь. ДимаTorzok 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 Такс, ребят. Два гейта Кибернетка у нас. Соответственно, дома. У Хира. Кстати, он неаксус первый играл или чё он играл-то вообще? Да, это, конечно, неаксус первый был билт-усу. Соответственно, семнадцатая хата Газпул. Третья хата уже не до готовности пула по готовности двух королев, соответственно, пошла. А здесь два адепта заказаны дома. И пробочки строятся, плюс Motherboard. все стандартно все достаточно стандартно кстати ни хрена не переименовал до для хамуха скрывать и и постоянно по дефолту твич врубает и там звук стоит почему почему так переменовываю матч больше блин надо людей в заблуждение не вводить знать что они смотреть должны они значение что смотреть будут 2 депт хира приходит уже есть скорость у собак придется тп на мейн делать ну хоть три дрона подрезал хира и то хорошо еще по одному дал дамага но это ничего не значит он отрегенится и выживет еще два адепта кстати заходят собаку стрельни убей заходит хира к третьей хате опять врыв будет сейчас нет назад телепортируется он иллюзиями здесь куда-то дрон шел вот он сейчас шел очень опасно назад пошли а хира тем временем 3 никсу ставит и глефы на мои не делаются то есть сейчас адепта глефы кстати можно знаете что сделать сейчас 3 гейтов под пуш адептами запилить будет в легкую хира и так здесь стенка какая-то ну и развитие то есть если с глефами получится то сделать при этом всем выходить стандарт то есть вообще замечательно все будет адепты домой ушли плюс еще два вар двух шесть штук их уже здесь рядом с рампой находится видел суще twilight да он видел twilight он понимает чего ему ожидать но у него есть бейлинг нес то есть он с бейлингами будет адепт соответственно встречать на третий базе у нас уже стенка полноценная вообще плюс 3 адепт вар да смотрите здесь 9 адептов они сейчас неплохо выйти смогут причем овера убрал су то есть он сейчас только с ксилнаги адептов заметит сейчас он заметит и нужно будет бейлингов дома запилить обязательно иначе можно получить по щам будет бейлингов су запиливают будет ли хира врываться прямо сюда не знаю врывается тут на эту рампу дальнюю врывается видит в криптумор на заходить на мэйн сейчас или нет он наоборот назад иллюзии повел ничего себе бейлинги криво взорвались абсолютно криво и адепты уходят разменивается хира и ушел там блинк дома делается адепт кроме одного все живут собак наквадризал там в принципе и нормальная ситуация здесь 8 лингов передроп на мэйн но хира как чувствует что-то с энтрей здесь три штучки оставил или зачем он повел а он овера подрезать пошел а здесь слинги забегают оп с энтри как к месту оказались да получилось так вот это вот атипичные ошибки такие вот пилона нет понимаете нет пилона нет пилона в минеральной линии мазеркор рядом летает овер чаш выставить некуда абсолютно филд будет нет филда нет здесь адепты зато есть адепты отгоняют все овер овера садится су улетает пробу бей я наблюдаю на второй базе ухируется это колосса видимо удаст двух роботиксов ничего не чудо себе колосса двух роботиксов давно такой билд я не видел так очень любил стрэндж всегда играть на самом деле вот так ну второй адепт крюч пытается хиро шатать призма на мэне с адептами на третий адепта на второй вот только на третий три дрона забрил на других базах только так чуть-чуть разменяться получил адепты королеву пытаются забрать смотрите королеву забрал и пво то здесь нет теперь можно залетать в минеральную линию пытаться пошатать дома уже колосс из двух роботиксов у хиро дальность колоссом делается второй грейд на атаку делается какой-то харасс на мэне был пробки катались не знаю что здесь даже и происходило а усу гидра только-только пошла сейчас так колосса жечь ее будет жестко как мне кажется эту гидр могут жечь конечно может все и по-другому как случится но вообще как бы будут я думаю они ее жечь особенно если архончиков добавить две фотонки на третьей базе плюс пилон если хиро будет внимательным без шансов залететь сюда тем более вот как раз через пилон здесь овер летит просто овер чаш выставить надо и все так адепты никуда не телепортируются на четвертую хиро заходят здесь 71 дрон всего усу есть и кстати их очень много было здесь можно было пытаться дойти адептами именно сюда у самого четвертый нексус все больше сентрей поэтому билду сентрей да очень прям надо много ну как очень много 8 я думаю будет достаточно если еще там архонов передел так врывается да овер овер здесь если фокусил хиро его то тогда бы он бы погиб бы тут пару овер чаржа еще попадание должно было залететь и они бы залетели сто процентов сталкеры на центре с собачками месяца у них есть блин отконтроливает хиро отводит дэмэджина все укатал ушатал и су кстати гряне видит вообще он видел что колосса у хиро будет вообще он видел только роба второго роба не видел тем более он не видел роба б так где четыре сталкера надо было блинкнуть ими их уже один остался из четырех нулевый контроль сейчас хиро продемонстрировал с сталкерами ок колоссы жгут ок колоссы жгут хорошо все пора выход делать или не пора что хиро решил у нас что-то он взад вперед бегает два плюсы морталы должны сейчас к выходу присоединиться вот один присоединяется я не знаю против гидролинга бэллингов и морталы лучше шесть колоссов мне кажется в миксе бы было но хиро то точно не знает какой там именно миксу зерга поэтому он подстраиваться старается мазер шикор не на четвертой базе а где-то там вдалеке собаки в очередной раз забегает здесь в рамку ой в стенке ничего нет да варпа нет и и ни фотонки ничего вот первый раз сюда прибежали лингису и начали унижать хиро именно здесь ну и он все равно здесь затерпел ни фотонок ни хрена не было здесь неплохой эту группу су ажал один гидролис к собак достаточно много там все больше и больше гидролинга бэллингов су делает на мэйне блин напрягает везде эти короче говоря товарищи линги сталкеров да вообще 7 штук прошел лимит равный в итоге практически у игроков колоссы с плюс 2 жечь будет очень хорошо но хиро забывает ребят призму с контролем с собой взять вот только сейчас он ее берет пошел замес филды должны быть идеальные филды великолепные бэллинги вообще не проходят еще часть филдов гидру отжимает собаки падают все падает до варп очередной су просто драться не может посмотрите на потери он не может драться вровень хотя бы здесь филдами закосячат сейчас до сентреи дошло потери зерк понес еще но колоссы все живут абсолютно по убийству там 10 юнитов 13 15 12 13 у всех по значительному количеству забрано лингов там гидры бэйнов я не знаю чего именно все гидра падает пишем гг 1 0 хиро что-то хиро сегодня бушуют просто выносит всех пока пока выносит всех за Продолжение следует... 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 На самом деле гиты открываются, их 6 штук уже сейчас будет. Так, аккуратнее надо просто предельно аккуратно хиро контролить. Вижу архивы темпларов, то есть архивы темпларов уже будут здесь решать очень скоро. Надо загрузить все в призму сейчас. И здесь, и сейчас. Так, эморклов 3 штуки, плюс зилот и подходит. Сталкеры где-то рядом, тут же помогают зашатать. Довар взялков домой прошел, пилон опять отсутствует. Опять соплай-блоки какие-то непонятные начинаются. Сот вступает домой, но хиро тут ему решил подсесть на хвост. Смотрите-ка, иммортал кабину роучу на-на-на. По 50 дэмэджа. Всю армию хиро берет вперед, летит уже. 3 иммортала, плюс зилки. Сталкеры прям туда дропаются. Что делает этот тормоз, а? Реально, ну что за дичь-то вообще? Телепорт какой-то назад вообще. А смысл гнаться-то было? Гнался бы, я вообще не понимаю. Ладно, тормоз не тормоз, это я гоню. Хиро делает как он умеет, и он понимает, что он хочет сделать здесь в плане боевого липс, в плане сего. У него уже шестой иммортал строится. И он, видимо, хочет какой-то тайминг, чтобы пробивать именно до готовности гидры здесь. Потому что архонов, например, нет здесь. Хотя, кстати, архивы темпларов есть. Где вот этот птич-штурмовик? Вот он дома варкается. Их две штуки, а где второй? Второй здесь. Грейт на шторм отсутствует. То есть это явный архон здесь должен слит быть, по идее. Третий нексус готов уже. Нужно золото, часть рабочих перекидывать, иначе как бы добыч не будет. Плюс два делается, архончик делается. Призма летает, здесь все контролит. Хиро суперемасел по лимиту. Но качество лимита у Хиро очень хорошее будет. То есть у него вторая атака, а там только первый коготь, например, делается. И не, ну по боевому лимиту проседает, проседает. Мазеркор на золоте был. Годи, нет, Мазеркора-то не было. Мазеркор был поздний очень. Где он вообще сейчас находится? Вот он. Тогда мне казалось... Тогда, казалось, его не было еще. Тогда, когда вообще, я давно говорил, еще самое начало было игры. Только начало пуша было. Плюс семь золотов. Два Эморкла зачем-то сидят сейчас в призме. Непонятно зачем. Пошла атака. Зилки вперед прыгают. Эморкла дропывается. Ужасная позиция у Хиро, как мне кажется. Эморкла отгоняется фаерболами. Это один-один, ребятки. Здесь не продавить. На хрена эту атаку было делать такую стрёмную? Тут ровуч и пачка просто какая-то нереальная. И реваджеры есть, и фаерболами призма сбивается. И, короче, Хиро здесь разваливается в мясо. Хотя, посмотрите, имморталы, конечно, ровучи наубивали. И неслабо они здесь наубивали. Но недостаточно до варпа, его очень сильно не хватает. И главное, что плюс два вот только сейчас доделается. Да что за говнотака-то такая? Подкопил бы лимита там микс ни о чем у зерга вообще. То есть копи просто иммортал фархонов. Они на оклике нафиг. Даже гвардин не надо врубать. Все сбреют. Ну, Хиро пошел и развалился. А, да, Мазеркор сразу был. Я забыл, он же ТП еще им делал. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так, он создается. Топ, погодите, здесь-то 1-1. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что же, Гумиху против Асуну, ребят. Поехали у нас. Пурошевроны мне надо было отправить. Сейчас инфу отправил я ее. Так, все, переименувал того, как надо. И куда надо? И куда надо? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, 17-я хата, газпул. И Асуну, Гумич, развивается более стандартно. Это газбарак в риперовце цеху, видимо. Может быть, не в риперовце цеху. Может быть, что-то по-другому там будет. Я сейчас стрим переименую. Посмотрим. Сыграно уже у нас, сейчас скажу, сколько матчей на сегодня. Сыграно у нас уже так. Су, Хиро сыграли. Эд шестой. Вот это сыграет. Сакабо 2-4 останется. Хиро и Асуну. Здесь Су и Асуну. Здесь Гумиху Хиро. Ну что, полетел Гумич прыгать. Смотреть, что там происходит. И Асуну он, игрок такой. Он может и агрессивно сыграть. На самом деле, по-разному может сыграть. Так, что за наушники? Старые наушники HyperX Cloud. Но провод уже мне человек сделал. Новый такой. Очень крутой провод получился. За что человеку спасибо большое, конечно. Пока все ништяк вообще. Звук великолепный. Так, провода у меня на двух наушниках сломались и перекрутились. Потому что с ними небрежно, ну как бы, пользуешься ими. Там, кидаешь постоянно. Там падают они, как будто, такие косяки могут быть. Так, 33-38. Полиамид пользует Асуну. Очень ранний Роуч Ворон у него ставится. Обратите внимание. Причем в проходе. Причем в проходе-то зачем? Лэйры. А, вот и лэйр пошел. Но это, по идее, не Нидус. Потому что, ну... Вроде как, на Нидус этот билд не походит. Лава под Старпорт набородился. Реактор на... Фокта на реактор садится. Ну и сейчас будет... Так, гелики пошли. В принципе, может быть, это все что угодно здесь. Со стороны Гумича. Может быть, и Мех, может быть, и Билл, на самом деле. Выход. Вот дроп полетел с этим. Овер летит. Дропнись, ты чё? Вообще не видит ослепший. Ё-моё, полетел. Сейчас бы Овера сбил. Он бы ничего бы не спалил бы вообще. Да что за чё уж вообще. Куда вот Гумиху спешит? На трех королевах сейчас отдаваться, что ли? Я не понимаю. Смысл вот так вот сюда ломиться-то? Полетает Крампи. Дропает Циклона. Дропает Мариков. Не, ну может быть, чё-нибудь здесь он и наубивает. Но он Лэр спалил, по крайней мере, Гумич сейчас. И он спалил Роучи. То есть он спалил вероятность Нидуса здесь абсолютно точно. Но это не Нидус, это скорость. Врачам. Здесь два Гелика на третью заезжают. Куда он атакует? А, так. Так, всё, продэмэджил, ничего не убил. Всё, продэмэджил, ничего не убил. Вот, Медиваг еле живой улетает. Оверы там уже весь мейн избороздили. Всё, там спалил Иосону. Плюс бараки. Ну так-то нормально всё у Гумиху до сих пор. Вот, Чугелик вперёд, поехали. Вот, Оверсир, пожалуйста, у нас. Надо Мариками лететь вперёд. А, и так Гумиху, кстати, смотрите, кто законтролил и сбрил. Того, которого изначально подбрил. Ещё один Оверсир поймал. Два Оверсира заморфил, два потерял. Неудачно. Четыре дрона потерял при этом всё Маасону. Гумиху тут эллибератором на минеральную линию прилетает. Ещё одного дрона умудрился сбрить, но разложил крайне неудачно. Если бы он здесь был разложен, то отсюда бы не доставали. И он бы стрелял бы ещё и дольше, бы влочил бы. Но разложен он был криво. В итоге вы увидите, что из этого получил. Здесь уже танк готов. Так, медивак от бустая от войска. Роуч, пришли. Нати, говорит Гумиху вам с танчиком. Танчик Роуч и отогнал. 72-66. Полиомейта уже в плюсе. Третья цеха грейдится, ребят. Стим почти готов. Скоро щиты будут заказаны. И будет выход с танчиками, видимо, в перспективе. А у Асона инфестейшн пошёл. Что делает этот зерк? Я понятия имею. У него нет третьей базы, зато у него есть инфестейшн. И что это? Хайф будет? Это сварм хосты? Это сварм хосты против био? На такой ста... Да ну. Чужая какая-то. Ловил, ну ловил фаербола в Гумиху и уходит. С цеха третья полетела. 1-1 грейды заказаны. Щиты зато не заказаны. Нафиг, конечно, щиты, блин. Не нужны. Вот только сейчас пошли. Здесь, да похуй, не открыто. Пацаны, ходить лабиринтами. Ну, да вынуждены. Ну, армия, что тут говорить. В армии логики искать не надо. Тем более, 2500 года. Когда все там умные машины. Поэтому марики должны вокруг здания. Так, заходит Гумич, выносит реводжеров, выносит раучей. В это время летит двойной дров в другом направлении на вторую базу. Третья хата сейчас погибнет. Абсолютно точно уходит рабочий. Но погиб в итоге тоже. А тем временем Гумиху на вторую прилетает с танчиками, между прочим, и четырьмя мариками. Ну, танчик-то один. Куда он тут вообще один? По рабочим надо залпы давать. Гумиху пытается это сделать. Медивак упал раз. Медивак упал два. В это время марики с циклоном со второй базы прибегают. Кажется, в лоб просто был. И Асону сейчас унижен. Вообще. Просто реально здесь без шансов абсолютно. Так, фармхасты дропнули своих этих локстов. Надо было мариков забирать, а не этот красный. Бесполезный красный юнит. Вот этот вот циклон. Он, конечно, когда был зелененький, нормально заходил. Сейчас марики на стиме важнее гораздо были, чем циклон. Ну, все. 1-1 у Гумиху доделывается. Ребят, Греды био штампуют. Встретится цеха. Занято, вовсю качается. По-моему, здесь все ясно в этой игре. И это 1-0 в пользу Гумича. Нужна вторая нам карта. Ну, я боюсь, что с такими... Такой темы сейчас и особое дело он может и Нидус, например, впилить. Потому что, как-то он реально... Так. Так, сканить надо... Мид сейчас на центре надо сканить. Крип-то не выбит. Пошел скан. Выбивает крип в итоге Гумич. Нормально. Ой, слайм хостов подловил. 3-. Бокус-то бесполезно. Выпрыгнули в итоге. Че-то вообще настолько без шансов для сварм хостов я вообще не видел. Кажется, суду этот рок тогда Бумиху разозлил. Натренил сварм хостами своими. Теперь он знает, что делать. Пацан там молил о помощи, заберите меня. За мной какие-то бегают большие крабы, тараканы непонятные. И его забрали все-таки. В итоге он продолжает кабину разваливать. Вполне успешно, кстати, игре. И даже вылечили его. Вы и тебя вылечим. Всех вылечим. Это девиз медиваков. Если энергия будет, конечно. Танки сиджатся. Чуть-то уже с КСМ-ками какой-то выход идет. Большая часть прироста вон вдалеке где-то там находится. Дроп плюс танк. Плюс небольшая группа, которая была изначально здесь где-то. И основная группа. Вот подходит сейчас Мариков. Сидживается Гумич, идет вперед. Роучи выносит. Фаерболы ложатся криво. Кажется, фугасок нет. Фугасы есть, кстати говоря, у Гумича. Локусты сзади идут вперед. Там танк их немножечко сагрил на себя. Отступает Асона, ребят, кидая фаерболы. Как-то вот не может Гумич дожать. Пока оно вот дожало в итоге. Все, танчики засиджены. Фаерболами их не забрать просто. Падают эволюшины. Падает Роучи Ворон. И ГГ-чик пишет на Асону наконец-таки. Хотя казалось, что уже давно можно это делать. Ой-ой-ой. Вторую карту ждем. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Чем до конца игры дожил бы. Бывает такое. Ну, бывает, конечно. Всякое бывает, ребят. Опять дропчик, кстати говоря, циклонов плюс мариков, четырех. PactanReactor Barak Labu делает либо под Старпорт, либо под... Так, а здесь что у нас? Здесь Рипер продолжает что-ли. Либо под Старпорт, соответственно, либо сам под себя для SteamPack'a. На Старкорте своя лапа пошла. Значит, под стимпак все-таки делается. И полетел дроп. Ксилнаги не контролится. То есть Зерк не увидит в итоге ничего. Блин, минус 3 гель. А, Банша плюс Хелбат. И Хелбат куш тут будет. Овера срезал еще здесь рядом с Асоном Гумич. Саплай блок пажа. Эй, 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 что за дела? Ха-ха. Чик-чик-чик. Фокус такой. Марик там на одном хп Овера добивал. В итоге добился все-таки. Ответственная ему миссия была ворочена. Добить Овера недобитого. Овера. Так. Да. Овера. Овера. Так, с 1-1 Грэдики, ребят, поперли Вывалюшуна Готов Беллинг Нест У Кумича еще пока 1-1 Не заказано, но у него такой Знатный Хелбат Пуш Сейчас пойдет И, кстати говоря, Беллингов Не так уж много, чтобы его идеально Встретит этот Хелбат Пуш Гелики заезжают Это даже не спешит Гумичи трансформить Их Хелбатов, он их просто отдавать Пока не хочет Дома Грейд на броню пошел одновременно С 1-1, кстати говоря, Грейдами 4 дроны уже выпилил Банша, она без инвизная, что ли? Да, а, отменил инвиз Гумич Или он вообще его не делал Не знаю, делал или нет 6 дронов для Банши, которая без невидимости была Учитывая количество королев На карте 8 штук, это великолепный результат Потому что королева на 1 мэне Это одна была, все, спорка еще не готова была Так, циклончик плюс маленький Беллинг Гумич выпилил На большее Циклоном танчит То есть у него бонусов у Беллингов нет То есть если они в него взорвутся Это выгодно и он сам одного фукуснул Ну прикольно получилось Гелики в итоге все живы, ребята Что сейчас можно сделать? Можно просто дождать Стима А Стим уже есть Заказать, черт побери, щиты сейчас И под тайминг 1-1 со щитами Просто мариками плюс хелбатами с броней Пойти и подкушать очень неплохо Все у Гунюху вообще у него Что у него в потере на этой игре? Банша, все Никаких других он юнитов вообще не терял пока что И это очень хороший результат Потому что выход очень мощный может быть Так, для полки закрыты Геликами надо поехать же Поджечь немножечко собаку Чтобы они обордели Маленькие дропнулись Оверы выпилили В это время Гумич сотает Крип на центре Передроп на вторую пошел Здесь дропчик отгоняет Асона все в порядке Хелбаты бегают Хелбаты что у нас Здесь бейлингами они встретились Ну и что-то как-то криво Хелбаты отдельно Пока дропну второй там тупо резит Здесь Гумиху подбил Он не отступил А что этот дроп сделал в итоге? А, медивак упал Все, дроп особо ничего не сделал Рабочий по крайней мере Этим дропом Гумиху не подрезал Стимится сейчас щиты Через несколько секунд уже будут готовы Две там три секунды остаются Королевы трансьюзируются Все в порядке С королевами 2-2 заказано Атака воздушная пошла После брони На технику То есть атака на воздушную технику Получается Воздушной пехоты у тирана и нет Как бы поэтому Атака воздушная Это сразу понятно на что Так, а здесь 14 цехов Планетарку Собаки забегают Минка Часть сбривает Часть сюда бегут КСН-очку Гумиху отводят Ну марики пришли Их просто дофига здесь И выпилены будут Все линги естественно В это время еще здесь движуха Как бы в том же месте Где и до этого она была Одновременно 16 мариков Врыв на вторую базу Идет Где вообще ничего нету Стимится Еще раз Гумиху Нужно еще раз стимиться Можно эволюшн Избрить ребят Что Гумичи делает Атака падает Ой-ой-ой 2-2 Сбривает Оппоненту своему Самый неприятный момент Грейды почти готовы И когда они на готовности Процентах 80 Особенно не первые Грейды сбриваются Это такой назад По грейдам Отброс просто То есть 136 секунд Они уже где-то К этому моменту Секунд 90 Делались Плюс эволюшн 25 То есть Сразу же на 2 минуты Назад тебе Хопа Как минимум Это если ты идеально Эволюшн закажешь И идеально В нем грейды Заново закажешь Если же будешь Тыкать Еще больше А там окажется Что у тебя И без них Проблемы Юнитов Назаказываешь И в итоге Про грейды Забудешь совсем Вот эволюшн Запилил 2 айосо Но агрейды То не заказывают Только сейчас Пошли заново В итоге У Гумихо Доминирование По апгрейдам Получилось Здесь в этой игре Сплитятся Марики от бейнов Беллинги сбриты Все Фугасы есть Да Замедлялись Они по-моему Не могу выбрать Мародера Чтоб сегодня Не, фугасов нет Не замедлялись Значит все-таки Ну Гумичи забыл Вообще про фугасы 2-2 готово 3-3 надо делать Ну посмотрите Какое различие Четвертая цеха Добыча Есть Как бы Сенсорок Очень сильно не хватает Здесь сенсорка Здесь сенсорка Просто И вот такие забегания Уже не прокатят Очень важное здание Для тирана Я сейчас Ну На самом деле В комплексе Тирановская оборона Великолепт То есть у него Изданческая броня И ту редком рейндж Но без сенсорки Ребят Просто не видно Забеганий некоторых А если она будет То тиран Просто заранее Сможет готовиться То есть даже Можно без бункеров Больше Повтоюнитов Держать и убивать Вторая атака На воздух Рейндж Либератором До фугасов Ну да Получается Рейнджи Плюс два На воздух До фугасов У нас здесь уже Космические корабли Какие-то Бороздят Просторы Большого театра А фугасов Все еще нет Здесь Бэллингов Гумич Пофукусил Тройной дроп Просто выпиливает Все наглухо Всю гидру На мэне Но собаки Очень быстро Сюда пришли Но их крайне Их очень сильно Не хватает Чтоб дроп убить Вот только сейчас Гумиху выбьет дроп Одновременно Су простит Какой су Гумиху И Асону Конечно здесь нету Дропа И Гумиху отбивается Здесь нет су Поэтому и Асону Отобьет 181 128 Как-то сумбурно Кажется Сейчас протекает Все здесь Дропы на малых ХП То есть Которые уже Плодов не приносят Именно В плане Размена Откровенного По ресурсам Да Но Они Зергов Все внимание Отвлекают И Гумиху Успевает Росты подводить Успевает Пятую базу Там поставить К примеру Так Минка окопалась Надо улетать Вон отсюда Почему Что-то тут Все плохо Так Гидра Гидра сбривается Либераторы Перераскладывают В другом Гринь Гэгэ Печта Асону Гумич 2-0 Ребята Уверенная Победа Ребята Так Сегодня Гумич Деньги Отбивает 7 баксов Мне отбил Кстати С полбакса Я уже поднял 12 50 центов Было Сейчас 12 На череп баксов Увести Хоть за инет Заплатить За этот месяц А то я постоянно Подниму С полбакса Пятна Где-нибудь Налив Он не испортит И он все Просрукает Так Хоть польза Будет За садик Надо Рубль 400 Платить За машину Пока что Короче Этот Пока что Нет Но это Много Еще Там Поднимать И поднимать Это Надо 20 Баков Многовато Будет Субтитры Так У нас Какая-то Следующая Карта Не надо Позвонить Быстренько Погоди Я совсем Забыл Много Много Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Матч сейчас, соответственно Все, сейчас будет все там Все нормально, ребят Секунду, мне надо взять трубку, потому что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 А там, понимаете ли, как фанаты авиации, детали важны очень сильно. Например, у Соголов на самолётиках маленьких на законцовках крылопилоны слишком в масштабе большие получились. Он выглядит как звездолёт из «Звёздных войн». Этот джедаевский корабль, а не Су-27 или какой-то Бор. Вот. Ну, это всё ладно. Это всё. Потом, ребята, Иосону против Хиро, два баркода, но вам видно, кто это, вам видно, что БО-2 у нас здесь, собственно говоря, матч. Вот. И всё, короче, ништяк. А вы помните, что нужно поддерживать мой канал, естественно, подписываться на премиум, по возможности, по ликвидитописанию, через плеер запиливать. Остаётся у нас на сегодня сколько? Так. Этот и ещё три БО-2. Хиро, Иосону, Зес, Су, Иосону, Зес, Гумиху, Хиро. Вот такие вот матчи. Пока у нас... Кто там у нас в плюсе и в минусе? Су-4-0 идёт, получается. А, Су-5-1. Хиро-3-1. То есть, если он сейчас 2-0 выиграет, он тоже 5-1 пойдёт. И Су-Хиро, кстати, игра у нас как кончилась? 1-1. То есть, эти они могут... Ещё может быть переигровка между ними, если, как бы, Хиро 2-0 выпилит. И... Хотя нет, они ещё потом будут биться. Там ещё и Иосону будет против... Су... Нет, против Су-Су будет... Кажется, с кем там Су-Су, я уже всё путаю. Су ещё будет играть с Дестом, а Хиро с Гумиху. Поэтому им тоже там одинаково надо сыграть абсолютно будет, чтобы переигровка. Ну, и пока ещё не было вообще. Шторм у Хиро, ребят, 5 гейтов плюсом. Интересная стенка тут на одном пилоне, но он окружён. Правда, зданий много, ещё один там. Ещё гейты пошли, да? Да, да, ещё гейт добавляется. В итоге мы имеем 9 гейтов, точнее, Хиро имеет 9 гейтов. Хиро будет сейчас Тон. У Хиро уже есть Глеб, и у Хиро есть 2 Аморкла. У Хиро есть Призма, и на неё можно, собственно, пуш начинать будет в перспективе. Сколько штормовичков, давайте глянем. И где они вообще? Три штормовика стоят. Не четыре, обычно четыре изначально делают. Надеюсь, три. Ну, и, кстати, стенку. Что-то многие игроки сейчас, смотрю, пренебрегают. Стенка из гейтов здесь натреть. С одной стороны, опасно, что её выбить могут, да, там, и ты просто лишишься. С другой стороны, она очень круто. Всякие забегания контрит. Небольшие, то есть не полную атаку. С этого направления редко когда атакуют все армии, да, как бы, всякие там забегания. И Асуну уже 80 дронов имеется, и у него очень-очень много рабочих и боевого даже больше чуть, чем у Хиро. То есть он в плюсе пока идёт, и даже плюс два рейнджовая игра и делается. Ну, то есть линг-бэйлинги, получается, слабее будут. Без когтя там. Хиро сейчас подварпил юнитов. Дома Астаргей делает. Плюс два заказал, архоны, плюс эморфлы. Четвёртый Нексус. Сейчас, кстати, возможно давление на четвёртую базу, потому что камни уже пробиты. Хиро видит, кстати, не рискует. Центр не идёт, крип не гоняет, ничего здесь не делает. Было опасно ещё выходить на такой стадии. Армию поймали, окружили, всё как бы. Попытался выпилить. Криптумур не выпилил. Так, падает иллюзия, ребят. Два эволюшина заработала, кстати. Коготи, Коготи вторая ранжовая делается. Надо броню, видимо, просто вторую ранжовую заказывать. Ультралы будут мягенькие достаточно. И там в ультру уже выход идёт. У нас он, у него пятая хата, у него 85 дронов. Чё-то тут Хиро слил, по-моему, Оракула. Или призма этого. Нет, призма живая. Что, счёт? Счёт на экране. Показан счёт. Так что будьте внимательны. Опа, Мазершип дома морфится. Ему ещё делается тут минуту целую почти. А сюда 8 гидралов, между прочим. Здесь есть 4 пси-штурмяка с другой стороны. Но нету рядом с ним с ампилона для быстрого варпа. Если сюда варпить, то медленно-медленно сделки будут варпаться. Ну, соштормить можно гидру, к примеру. Она вообще на мейн залетает, да? Смотрите-ка, на мейн летит. С двумя атаками и 8 гидралесков. Это издание они будут с такой скоростью здесь выпиливать, на самом деле, с гигантской, что нужно быть предельно аккуратным, Киро. Вообще, абсолютно аккуратным. Штормовичков уже 7 гидра ждёт своего часа, что называется, своей секунды. То есть, когда просто, видимо, вперёд куда-то будет вылезать, тогда гидра сделала и вступит. Отпустился Хиро, несколько криптумор забрал. Тут слишком, может быть, близко крипт находится. Сейчас он спадать начнёт. Всё, мандершип готов. Это очень хорошо. Теперь будет проще биться намного. Так, ну зачем он здесь на патруле стоит, я не понимаю, они с основной армией. Вижу, где-то 4 дарка варкса, а где не варкса. Всё, залетают сейчас 2 овера. Это гидрали с гидроку, со второй оверчаж пошёл. Мандершип плюс 2 оверчажа с гидрой. Сейчас быстро разберусь у мандершипта. Дэмэджа, смотрите, сколько вносят тоже. Ничего себе. 9 юников. Сам лично выберил 9. Там где-то 2 пробочки погибло. Дарки, АХЗ, где вообще бегут? Где они, дарки эти были? Они слились или погибли? Нет, они слились варконов 2. Где они морфятся? Вот они на 4 морфятся. Темпест уже есть. Один какой-то. Темпест залётный. То есть грудок уже показывает, что грудок не надо делать. Не знаю, будет здесь. Так, атака на архонщиках в гидре идёт здесь. 7 дарков в архит еще кира. Это будут архоны, конечно же. Там 24 гидра леска заказано. Ну вот как против этого микса гидра разве что-то вообще может сделать? И почему мандершип не идёт с армией основной? Не понимаю, что за хитрая стратегия у кира? Типа, мандеркор фигово дома висит, мандершип. Как-то поэстетичней, что ли, или вообще? В чём фиг это? Так, атака идёт. О! Залепил там архон по вайперам. Сейчас неплохо. Фидбейки на королев. Трансфюзов, говорит, не будет. Кира здесь тем самым. Здесь архон плюс мандершип с ультралом сражаются. И быстро они его выпилят. А, там еще дарк был, извиняюсь. Не заметил дарка. Да, заходит кира на ФГ. Здесь дронов пачка, она разваливается. Это 1-0, скорее всего. Узерга запас, главное, 5-100 на 1400. Но он настолько беспомощным пока выглядит. Может ещё что-то изменится. Но я что-то очень сильно сомневаюсь. Потому что ультра здесь просто в хлам развалятся от имморталов. И имморталы со штормом, и гидру здесь нафиг убьют. Кира уже сам себя штормит. По нему объясняет то, что что-то не очень дружок сыграл. Вот, как-то изи это было. Плюс товар взялков, плюс мандершип прилетает сюда. 48 дронов минус, умрёт богатым Асуном. Просто столько ресов и хлам. Вторую карту ждём. Так, рекламу пильну, ребят. Помните вы все про блоги по поддержку, естественно. Я уверен, что помните. Спасибо всем, кто поддерживает, отключая этот BlackEars. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят. Вторая карта Хира и Асона. Сейчас посмотрю, там ли стоит у нас. Нет, не там. 1-0 прот сведёт. Каталена у нас карта номер 2. Решила Асону, что пул первый это отличное решение безгазовое против Хира. А Хира ведь не играет Нексус первый. Ну, точнее, он играет, но он не так часто играет, как другие игроки. Вот они, линги, бегут. Пробочка. Опа, всё заметила. Сразу заказан братан здесь в гейте. Брат Зилот. Тайный брат, короче. И он сейчас выйдет под лингов и начнёт тут ковырять. Хира причём пытается помешать собакам двигаться быстро. То есть он пробкой, минералвоком через них прям едет. Но Зилок успевает выйти, ребят. Зилок успевает выйти. Это очевидный факт сейчас. Пробочки вниз спустились. Одну я пытался подрезать, но не, она ушла. Второй Зилок заказан. Собаки всё ново-ново уходят. Ну, вот если Иосону в итоге ничего, там даже пробочек не убьёт, на самом деле, это не очень расклад будет для него сейчас. Хира очень чётко делает. Кстати, он протянул время, пока вот ждал Зилка второго. Сейчас он выйдет, и вдвоём они уже будут нормально здесь кабинет ломать этим всем лингом. Надо уже увезти их с рабочих домой. Ну, и Хира это понимает, потому что, ну, уже они тут просто теряют время. И майнинг тайм он просто теряет и проседает по добыче ресурсов. Вот сейчас всё, добыча началась. Почему бы на Нексусе втором, кстати, было бы их не оставить. Я чуть не понял. Здесь тем более газ ещё пока не готов. Просто подстраивал бы сюда пробок и туда. В итоге бы они времени тратили на возвращение. Странный этот момент. Можно было сюда тыкнуть их в минералы и shift в Нексус. Кабо Нексус до строился просто нажать, они бы сразу добывать начали. Ну, ладно, это мелочь на самом деле. Может, минералов 50 Хира на этом потерял в своём действии. Ну, то есть, можно было лучше сделать, получается. И Асона тут вся камни подгрызает. Ну, вообще, как-то провально уже эта игра выглядит после того, как этот билд абсолютно... Кстати, ноль потерь по такому билду не должно такого быть. То есть, он должен размениваться было Асону. Произзилка пробок собаками драться. Просто выпиливать пробочек. По-моему, может быть, и зилка получилось бы скушать. А может быть, и не получилось, не знаю. Два адепта, два зилка вперёд идут. Что они могут сделать, если здесь 12 собак? Ну, с другой стороны, без скорости. Если адептов и люди завести к королеве, там, на мейн куда-нибудь. Вообще нормально, может, на самом деле, наколупать будет рабочих. Адептов Хира туда и заводит. Ну, здесь три королевы, а здесь лингов пачка хорошая. Гэджет телепорта сюда и не будет в итоге. А смысл? Смысла никого нет. Зилков тоже можно увезти, кстати, отсюда. А то они здесь палевно как-то стоят, по-моему, и бесполезно. Там третий Нексус и Старгейт. Старгейт на мэнни, то есть от роуч, если необходимо будет. Там грелка какая-нибудь заказана. Овер залетает. Прямо через пилон, по-моему, летел. Не, почему верчаж было бы не выставить Хира? Второй Старгейт пошел. Вот это уже Майн Геймс, это уже интересно. То есть он покажет первый, а Зерк про второй ничего не знает. И что это? Масса Оракула? Сейчас два дрона, минус... Ай, третьего не получилось забрать с Хира. Ну и Асона опять как-то на двух базах. Он здесь реально бичует. Третья поздняя получается. Что у нас первым юнитом в Старгейте? Грелочку, можно сказать, Феникса решил Хира заказать или все-таки Грелку. Доказал от Милы Оракула. А кто Овер это собьет? Ну что, блин? Что за дичь-то ему? Почему он летает-то где хочет? Так, дела не делаются. Два Гейта еще на третьей базе. Пошли в Мазеркор остаются. Здорово, Тарабайт. Здорово всем. Он недавно пришел. Сталкер Овера пытается заколупать. Но он, кстати, уйдет здесь. Ну, может быть, успеет вот так вот перебежать Сталкера и дотыкать Овера этого. Скорее всего, успеет. Я думаю, даже вот он сейчас побежит вниз. Пока Асону нужно сразу было сюда вот сейчас сворачивать. Он пока сворачивал. Конечно, Сталкер успел сократить расстояние. Это минус Овер. Очевидно, абсолютно. Овер падает. Третий Старгейт. Оракулы мастятся. Кстати, у Асону, вот что могу сказать по поводу билдов. У Асону, он же китайский игрок. Он с тайванцами, с китайцами часто бьется. И, по идее, он должен шарить, как Оракулов, контрить. Но корейские Оракулы, понимаете, это рабочие Оракулы вообще почти во всех случаях. То есть, я сомневаюсь, что получится как-то законтрить. Соплай блок. Пробка не строится. Две строятся в других нефтах. Сейчас везде заблочились. Нужно пилоны ждать, пока достроятся. Сейчас они будут готовы. С пилонами уже можно будет пробесов-то строить. Так, все, стазисная ловушка, ребят, зашла. Ну и мастятся Оракулы. Все, сейчас Асону это понял прекрасно. Увел второй Старгейт. Но Хира сбивает ему за это Оверсира. За информацию нужно платить, в общем-то. Здесь и третий Старгейт. Четвертый уже Старгейт. Почему, ничего себе. То есть, это чисто масса Оракулы без выхода в армаду получается. Что-то, если игры никакие не делаются. Броню хотя бы сделал бы Хира, я не знаю. Тут семь первых Гидралов. Оракулы сколько у нас? Пять. И три, сейчас будет восемь. Да, что-то как-то у Зерга... Дома-то он Оракулов отгонит. Спорки Королевы плюс Гидра. А вот в атаку, если идти... То есть, тут, по-моему, без шансов их отогнать будет. Так, Оракул прилетает, ревелэйнчик будет кидать. Кидает ревелэйн, чудом ушел на 4-х КП. Пять Оракул в поиск в 60-е Гидры. Оракулы в Калу выпилят. Несмотря на то, что у Гидры 6 ранжа, и благодаря ранжу, да, как бы, она усиливается в данной ситуации. Но тут вопрос еще в другом. В том, что Оракулы еще быстро войдут в рейнж Гидры. И Гидра, она просто... Смотрите, как Оракулы ее убивают. Они просто бонус слишком у них большой по Гидре, по легким. Вы видите, выпиливаются реведжеры. Королева Гидра лески все выпиливается. Все в хлам вообще сбривает тира. Иосону 0-2. Гагенчик. Иосону вообще у нас скоро закончат. Уступление свои, кстати, здесь. А, все. А, нет, Зестом еще он будет биться. Ну, он 0-4, ребят. Точнее, он 0-6, 0-3. Как бы, он ни одной карты ни у кого пока что не взял. Био-зеста предпосылок особо нет, что он возьмет что-нибудь там где-нибудь. Так, кто у нас далее сейчас? Далее у нас... Здесь Су. Хороший матч такой. Тут Су, наверное, фаворит. Да, Су фаворит. Но здесь может карту взять вполне себе. А может и не взять. Короче, переименовываю. Все ясно, что может взять, а может и не взять. Ждем хост. А. Продолжение следует... 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 Может что-то еще? Зист решил, что ему Шторм надо запилить. Но Шторм уже может не доделаться. Тупо как бы, потому что... Так, что у нас село? Гидральсков 8. Плюс по земле гидра. Ну, как я и предполагал. Да, именно такая сейчас тема происходит. Ну, вот 8 гидральсков. Фатонка все одна на второй базе. Оверчажа. Так, апсервер выпиливает здесь у нас. И Асону. Так, 107 Зиста. 5 зилков добавляется. Штормовички добавляются. Это будет у нас... Так. Застает врасплох. Здесь у нас, минуточка. Асону пробивает камни. В это время 4-8 гидралов залетает. Мазеркор не в позиции. Но Феникс есть, который видит оверов. Вот они залетают. Видят здесь дроп этот вообще. Доварп зилатов сразу зашел. Сразу здесь законтрил доварпом. Дропчик этот. Без шансов сюда разгрузиться нормально. Но в это время атака в лоб заходит. Шторм. Секунда. Шторма. Секунда остается. Вот он есть. Шторм. Фил. Ой. Под фил дом. Тут шторм. Нормальный. Кидает. Здесь еще один. Можно Архона слить. Из-за единственного этого штормовика, который энергию потратил. Иммортал. Зила там выйти не дает. Дай пройти. Дез ужасно. Дерется убого здесь. Но все-таки Зилков упускает. Они без чажа. Чаж на КД. Но они прыгают вперед. Есть. Есть Иммортал. Есть Архон. Выпиливает здесь. Гумиху. Ой. Прости Гумиху. Опять Гумиху, блин. Здесь Доварк. Еще Архонщик. 117, 104. Все. Здесь-то идет добивать. Есть у нас какие-то там эти. Вейлинги делаются. Четыре штучки. Коготь у Иосону добавляется. Ну что, битва продолжается, ребят. Ядра Архона, кстати, распальтушила. Потому что Зест криво дерется. Юниты, блин, поочередно отдали все вообще. Что творится-то? Архона пытается ему прикрыть. Ну так, вроде прикрыл более-менее Зест. Но надо отступить. Тут даже страшно призму разложить, чтобы варпануть. Юниты просто. Понимаете? Они сейчас сразу все погибнут. Так что варпить нужно дома. Плюс Архоны, блин, без полей вообще. То есть очень тяжело, конечно. Ну там есть, между прочим, у Иосону шпиль. Шпиль что дает? Шпиль дает момент неожиданности. Может застать Зеста это все дело врасплох. Ну здесь, с другой стороны, Старгейт есть. И у Зеста 12 гейтов уже. То есть я думаю, он будет продолжать давить. По идее должен, скажем. Ну пока дома стоит он. А, ну стационарную оборону хочет подождать, пока откроется на четвертой базе. Как-то сейчас Иосону не впечатляет. Мне с честным. Лучший китаец в определенный момент он был, может, и сейчас до сих пор. И с корейцами были моменты, когда он играл на равных, там выпиливал. Ну на этом турнире самые жесткие корейцы. Плюс конец сезона к Блескону уровень максимальный у всех. Вот. Поэтому здесь тяжеловато Зесту. 79. Ой, тяжеловато Асону, простите. Зесту тоже тяжеловато здесь. И вот здесь все выпилили. Кроме как раз таки Асону. Ну у Зеста есть шанс на выход небольшой. Надо выпиливать 2-0 Асону. И надеяться на Шкира 2-0 выпилит Гумиху. И тогда, тогда будет с Гумиху переигровка. Одна карта у нас получается. Так, пить. Что-то тут шатают, летают наглую здесь муталиски. У Зеста много сталкеров, не надо своим стрелять. У него нет, понимаете, блинка. Это очень плохо. Фатонка, кстати, дамаженная в хлам всяк. Поэтому непонятно, почему не выпилила Асону эту фатонку. Вот у нас Феникс. Врывается в бой. 2 муталиска включают. У дома демеджены и сразу уничтожены. Ну и Феникс мутку выпиливает стабильно. Блинк заказывает здесь, понимаешь, что без блинка тяжковато. Здесь будет ему через фатонку мута опять летит. Выпилено будет все. Здесь какие-то движения со стороны Зерга. Но Леомейта больше. Зесту 189. Асону 173. Боевого Зеста больше. Грейды 2 атаки. Здесь 2 когтя, 1 рейнджовая. То есть в целом у Протса Грейды на наземную армию лучше. Но так у него есть чисто наземная. То есть воздух. Ну вот Феникса есть. А у Зерга нет 2 атаки на всю наземную армию получается. Здесь забегание Зелков просто гигантское идет. Но это уже бесполезное забегание. Потому что собачкой запалил Зерга. Естественно он законтрит. Одновременно через центр выход здесь делает. Блин, вот с этими скинами непонятно. Где там имморталы, где сталкли. Все какие-то рогатые. Хрен их пойми, короче. Диабло какое-то непонятное. Так, Гидра зашла на третью, на дальнюю. Зелки встали в левом верхнем углу. Кстати, Асона не видел, куда Зеста сделал. И вот идет на четвертый выход сейчас. Где Зеста отобьется, поет четвертый. Потом, видимо, отбивать. Зелки неожиданно заходят на 12 просто. Сейчас Асона он затерпит на 12. Жестко просто затерпит. А Зест дома отобьется. Так у него Нексус-то еще и готов даже не был. То есть ему не страшно его и отдавать-то, в принципе. Хату убивает. Надо бы развернуться. Было бы сейчас пойти бы частью Зелков сюда. Частью Хату добить и отступить. Вот это было бы грамотно. Тогда бы и там забегание меньшим количеством. Еще одно можно было бы сделать. И на второй базе что-нибудь бы Зест, возможно, выпилил бы. И одновременно выход. Ну, здесь Зелки, кстати, спаслись. И выход пришел уже. Призма, я прав, КЗ. Где я здесь? Ее что-то не видно. Так, видимо, Призма нет. На мой больший юнит отбитикают. Сейчас с дальней базы. Генуары поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Спасибо за стрим. Спасибо, Генуару. Так, Хата выпили на 3 часа. Зест развел 153-194. 13 люркеров. Вот последнее, видимо, для Зерга Надежда. Хаева нет. То есть нет технологий, которые могли бы Зест остановить здесь. При таком раскладе, при размене для них, то есть экономика Зеста лучше. Армия его более грейжная. Три атаки получается. Хотя здесь градов больше намного, да, сделано. Но три атаки. Здесь вот на все три атаки работают. Здесь две атаки на Гидру, на Лингов и Беллингов и на Мутку. Все. Третьей здесь нет. Так, что-то приоткроет. Что-то темени вообще. Ну и просто Архонов пачка такая нереальная, что я не знаю, их убивать 12 штук. Права против 13 люркеров. Они не очень. То есть против грудов еще более бесшансово здесь. Ну и здесь сплэшем их, конечно, жестко убивать будет. Но против брудов там всегда брудлинги, как бы пофиг сплеченные. Архоны не сплеченные будут им мешать, как бы ходить и иметь чего драться. Здесь же можно сплетануть 13 Архонов, допустим, если голая люра против Архонов расплетел идеально со всех сторон. И Архону или Ру зато общее, что-то где. Хайф есть? Хайф-то есть. Я в курсе, что у Хайф нет. Есть. Но нету ни одной... А, то из Хайловых технологий только адреналин пока что есть. Все, больше нет ничего, к сожалению, из Хайла. Есть много люры, как я уже сказал. Ну где она? А, в размен пошел. Решил, что люрой сейчас убьет все у нас и Архону. Но я очень сильно сомневаюсь. Вот там здесь есть какой-никакой приростик. Здесь заходит, начинается размен. Здесь базу выпилят. Больше баз внешних нет у Архону никаких. Ну и тут просто элиминейт будет. Для Архона, ребят, его здесь заэлиминейтят в лоб просто и все. Пожалуйста, люпер одного обрезал, остальные вперед идут. Без потерь не сможет Асону драться. Очень проблема. Пошла атака на Зилках, на Архонов. Конечно, люра просто в таких количествах. Она просто унижает юнитов. Ну это КГ, ребят, это 2-0. А, Хайла нет. Значит, оговорился, да. Спасибо всем за подержос. Еще, ребят, крайний матч, как раз-таки, который решит, нужны ли будут дополнительные карты сыгранные или нет. Это Гумич Хира сейчас будет. Ждем начала. Я пока сейчас тут подправлю подержателей крутейших. Спасибо всем. А, 1-0 же, ребят. Я извиняюсь. 1-0. Я что-то раньше времени тут гоню. 1-0. Уже похоронил там все надежды для Асона. Прогнал, да. Не то говорю. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, всем здорово еще раз, ребят. 1-0. 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 уставиться. Так, ну 22-20 по рабочим, как обычно Протса на небольшое количество вначале в Аэро Бустан впереди, потому что Зергу надо строить там и боевых юнитов из личинок и ТД, то есть у него такая волновая экономика. Нестабильно, как у Протса и у Тирана рабочие добавляют. Самое стабильное у Протса, то есть бусты, просто ускоренные рабочие, они по одному и скажут, нет, что хочет-хочет-хочет выходит, как бы. У Тирана тоже есть, как бы, волны, получается, колебания от рабочего, хоть по мулаке, да, они сразу больше начинают приносить до них, проседает, а у Зерга вообще все время волнами идет, то есть чередование заказов там боевых юнитов, рабочих пока до оптимального не доведено, когда рабочие уже становятся, конечно, максимум, то уже боевых юнитов жертвы начинают строить, и там погибших рабочих это необходимо, если это необходимо достраивать. Опять я сону стиль без третьей базы ранее играет, прям интересно, что у него за стиль такой. Заходит на мейн, здесь надо пул запалить, хотя бы пройтись, я не знаю. Адепт будет выходить. Да, ушел адепт 2, второй пришел адепт. Хлеб, тумор хоть бы выплюл, не понимаю, что здесь сделает вообще. Зашел, да, магнам получал, ушел домой. А тут лейр пошел, уж не опять ли в какой-то инфестейшн свармфастов. Братенчик своего разбанить. Мне кажется, пусть потусуются маленько, не? Ладно, да, разбаню. Бля, ну если будут косяки, выпили у всех вас полностью, короче, и целиком. Ведь если будет от него косяки, выпили у вас двоих на месяц, короче, тогда. Вот. Ты ответственный за слово, братанам, блин. Так, пениксовера минусует, ребят. Здесь Дест третий Нексус выходит. Ну, разведка, разведка, короче говоря, зашла. Что видел Асона? Ну, он видел рампу Деста, видел, что он делает. Здесь Форжа, Форжа, Твайлайт. А здесь, да, опять Инфестейшн и свармфасты, чёрт бы их побрал. Два Оракула и Феникс есть в наличии. Ревелэйшн будет кидать, вот. Одну Королеву поднимает Дест. Опускай её, блин. Ха-ха-ха. Звучит как-то необычно, но Королева уничтожена в итоге. Надо Оракулами выпиливать вторую. Ну, чё-то херню Дест какую-то сделал. Вместо того, чтобы вот кого надо было поднимать. Королеву дальнюю, а эту-то обубил. Но один демеджный был Оракул, и его бы она покусила просто. Заметил Дест вармфастейшн? Неа. Не видит он Инфестейшн. А четырех остат-то уже делаются. Но здесь Чаш плюс Гейты плюс Архуны. А вы знаете, что это значит? Что, ну, хостов можно подловить. Опять же, будет на том-то движении, на, там, приплоде локустов, потраченном в никуда, там, например. Ну, или на чём-нибудь таком. Пошло всё вперёд. У Зеста архива темпларчиков. У Зеста два пилона. Чаш, то есть, соплай блоков не будет. Пилоны достроились. 20 лимитов плюс. Сейчас надо варпануть Зилхов. Пару Архонов не мешало варпануть. Так, Реозера затверил. Сейчас здесь старые акулами видят хостов. Асона уйдёт вперёд. Асона уже тот куш последней надежды демонстрирует. А вот здесь-то ещё шансы есть. Ему рано сливаться, ребята. 10 секунд до Чаши. Здесь показывается 14. Я так понимаю, я давно на это обратил внимание. Я уже вам говорил, что здесь старый таймер встроен в этих эффектах. А сверху новый. То есть здесь показывается... УАВИ 2013 поддержал ваш канал на 300 рублей. Спасибо. Уэйфовер Чаржа надо ставить. Да мало одного. Ты чё один-то всего? Второй выставляет здесь. Зилхов отводит. Ну так, с потерей пилона отбился. В это время Зилхи на мейд зашли с призма на Чаржа. Они тут рубят всё. Королеву ты чё не забр... Ёпп, не забрал королеву. С вармхастов Зест пытается здесь попилять, убить, поймать. Поймать их непросто. Ребята, они ходят быстрее. Они ходят быстрее, чем все юниты. Они ходят как Зилхи сейчас же. Как сталкеры. Просто соск... А на крипе они ходят ещё на... А это чё за хрень? А, это осьминога точно каталей не нарисована на этой карте. Так, плюс 6 свармхастов. В лоб, конечно, и Асона напрягать ещё жёстче будет. Но... К разводам-то не очень устойчив. Вот сейчас Зеста, смотрите. Два Эммортала плюс Зила. Давай, плетит вперёд. Вот он, видит, кстати, с призмой. Смотрите, видит, видит здесь всё. Ну, кстати говоря, куда варпать? Здесь прям ровучи под призмой стоят. Да никуда не варпануть здесь просто будет. Вот если сейчас им кабину поломать, например. Плюс до варзила. То есть Эммортала на призму наконтролить. Хорошо. Заходят. В это время в центре Зест разбирает королев. Локусты падают. Просто на муве от них надо уходить. И всё. Пусть они покончатся. И вообще париться не надо. Потому что Зест на Мэйне здесь всё разваливает мясо просто. Да, больше лимиты. Да, боевой у него больше намного. Но у Зеста, понимаете, когда свармхосты сделали приплод, боевой зерга становится реально меньше. То есть и не такой эффективный прям он получается. Где Зест в центре крип выпиливает? Но пока хостов нет, надо крип вообще разбирать нафиг. Пока они там где-то бегают непонятно где. Да, Зест, кстати, ему занят сейчас активно. Свармхосты готовы. Локусты сейчас пойдут вперёд. Вот Зест видит, всё, надо улетать. Пусть они сейчас потратятся вообще. На муве просто сольются в итоге. Так, здесь две королевы линги. Роучер Элджеров и Асона тоже вперёд берёт. Всё, Локусты в никуда улетели. Они даже и не, ну, собственно говоря, ни с кем не подерутся. У них нет этой возможности. Зест её просто не дал. И Зест берёт иммортлов. Домой сейчас приводит. Посмотрите. Плюс армия здесь из зилка архонов, которая состоит. Всё это идёт по центру. Мимо тут. Свармхостов мимо зерговских юнитов. Смотрите, лимит боевой одинаковый практически. А ведь у Свармхосты вообще сейчас без Локустов. То есть Зест выйдет вперёд. Зест заставит их здесь приплодиться. Может уступить назад. Просто спокойно абсолютно. И кабинет развалить в другом направлении просто. Или реально подождать, пока они погибнут. И заново проатаковать. Но нет, здесь до варп идёт. И Зест решил с локустятами прям драться. Но архонов нет. Тех, кто Локустов нормально выпиливает здесь за месси. Вот только сейчас они подошли. А, как же арахулы нашли, а? С самого начала игры юнит жив. И до сих пор разваливает. Где филды? Хоть пару филдов-то. Сейчас ничего бы не ушло бы вообще. Но Зест даже без филдов идёт вперёд. Третью базу сейчас заберёт. И учитывая, что у Зерга три базы. Всё, по-моему, здесь всё ясно. Арахулы просто всю энергию потратили. Они очень долго атаковали. Там реально. Ватайм варпа ставят здесь. Что юнит имеленно будет ходить. Третья хата падает. На мэне бы разводку какую-нибудь устроить. На мэне ничего не присутствует пока что. Да и Зест туда идти не собирает. Всё, третья база упала. Здесь можно просто откупить. И от Локустов, от Сварм Хастов. И всё, ок, будет. Что Зест, собственно говоря, делает. Это 2-0, ребят. Зест нам даёт интригу на свой выход. И Зест нам даёт интригу на... Если Хиро запилит, опять же, Гумихо 2-0. На переигровке. Зест, Гумихо и Хиро против... СУ. За третьей, четвёртой. За первое, второе место, соответственно. Пока ни в одной группе переигровок не было. ГГ, я слону пишет. Ну что же, Хиро против Гумихо. Ждём начала. Спасибо, ВАИД-1013. Спасибо всем за поддержку. Пацаны. Пацаны. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гумич против Хиро у нас бьется Сейчас посмотрим, кто у нас где Отлично, там где надо даже стоить Путь на юр у нас, ребят Крайний матч Бу-2 на сегодня Если счет не 2-0 В пользу Хиро будет Любой другой счет Как бы у нас даст Получается, ну Конечный результат Если же Хиро выиграет 2-0 То у нас будет какова ситуация У нас будет по матчам 3-1-0 Су И 3-1-0 Хиро И по картам 7-1 у обоих А Гумич у Зеста будет Одна победа, одна ничья, два поражения у каждого И 3-5 по картам Им придется Бу-1 по одной карте Переиграть еще 2 игры Вот, и посмотрите Какой здесь у нас прокся уже пошла От Гумича здесь Ну я не знаю Ну поверьте, Хиро будет Хиро не настолько фаворит Что прям вот уверенно Можно было сказать, что он возьмет Гумиху И 2-0 выпилит Нет, конечно нет Хиро, он Ну равный оппонент С Гумиху примерно Но Всякое может быть Гумич, видите, уже начал мудрить То есть Если сейчас обнаружено будет факта Может зайти Не зайти Если не обнаружено Может зайти Мазеркор Точка сбора на вторую Ну минку как бы надо Вот если Гумич минку будет строить Он будет именно минку строить Ее надо как-то принять Чтобы она не вкопалась Иначе она проблем принесет очень много А Не, Мазеркор и Адеп Это те юнит, которые могут не дать минке вкопаться Так, уходит Все, факт увидит Хиро Посмотрите Заказан робот О, он контрит роботик с Мфакторку КСМ-ка объезжает Нужно минку встречать здесь, да С распростертыми объятиями Что называется Нужен пилон здесь Чтобы уверчажа ставить Не успевает Ничего здесь Забег Законтрить Минка Копалась Минка пытается еще и на мейн уйти Вкопаться Вот это да Пробок-то уведи Куда ты их вывел-то Уверчаж будет Да, ставит Хиро-уверчаж Пробочек-то можно уже и на добычу Направить обратно Здесь еще одна минка строй Сейчас еще 50 энергии будет Так, дома второй барак Барак Старпорта нет Ну, по-моему, Хира законтрила Здесь можно не дать минке вкопаться Сейчас будет попытаться, конечно Минус Мазеркор Ведь был оверчаж Короче, фейл Ладно, обсервер заказан Про КСМ-ка на мейни, конечно, все разведала Гумича, что здесь делает Хира Ну, обс, главное будет И все нормально, значит, будет Фейлайт заказан, эта минка не достает Даже до вот этой пробки То есть ее надо перекапывать Куда-то хочет стрельнуть Гумиху, ей попытаться хотя бы Все, кэдэнчик прошел Минка перекапывает Да, успевает подрезать Хира Даже обсервер не понадобился вообще Гейты открываются Стим достаточно поздний Призма у Хира пока нет Но по рабочему он плюс И тут он по всем параметрам пока что Кроме боевого лимита в плюсе В принципе, да И две форжи Вот это уже интересно вообще Ну, такие прикольные Ну, такие игры необычно Часто получаются Короче, блинк Двухбазовый Из трех гейтов Плюс две форжи, ребят, грейды Ну, надо бустить эти две форжи тогда Почему? Это идеальная цель для бустов Идеальная мишень Бустит А, блинк и броня Броня чуть позже была заказана То есть, чтоб обогнала она атаку И она уже сейчас обгонит На самом деле И пока отстает Но с бустом, конечно, грейд обгонит Тот, который делается без буста Насколько буст сейчас ускоряет? Я уже забыл миллион раз На 15% Насколько там он ускоряет сейчас Грейды или на 10, по-моему Так, плюс еще два гейта Будут очень грейжные юниты А в северном хиро видит, где медивак висит Он дает ему возможность сюда пролететь И мазеркором встречает И сзади сталкеры придут 15%, да, процентов Конечно, он вот уже Уже обогнал Видите, на 4 секунды Броня, атаку Так, гумич нерешительный очень Такой гумич Блин, гумич Что ты такой нерешительный? Как под зеленым Сэмом В гаражах Так Просто Ловеласы, гроза района А здесь дропом что-то висит Не залетает Марик пришел в робку Гумич минус У нас тимпаки Морпех Надо забирать его, гада Ушел Можно и фил было потратить Как по мне Здесь выход идет Который хиро прекрасно Видите, гумич Кстати, спали Что адепт видит тоже Загружается Разгружается Минус адепт Можно было и отвезти Хиро Его, конечно, попробовать Но у него уже Один-один Из положительных моментов У хиро Я имею ввиду есть Но по боевому лимиту Ё-моё Как он жестко проседает Плюс еще один Плюс еще один дроп Пошел Два медивак Хорошо не полные Тут Два мародера Два марика Щиты сейчас у гуми будут Плюс один есть у него Чаш у хиро заказан Скан идет Надо встречать Конечно Гуми позалетает Сейчас пилон Минуснет хиро И здесь до варпа Тогда просто не будет Перспектив Ох, какой агрессивный Блинк неверный Здесь был В это время На мейн врыв Оверчаржа Два Сейчас хиро ставят Сразу же В это время Подрезает Блинками агрессивными Какие-то там Медиваки Или что там хиро подрезал Но вниз Сейчас криво Как дерется Куда ж ты лезешь Вниз-то Зачем Зачем Вот этот бой Вне пилона Я просто понятия не имею Сталкеры Разваливаются На марика Просто взял Развалился Зачем этот Идиотский бой Вне пилона Вообще нужен Был Я не знаю Зачем Есть Так Призма пустая СССР У хира Видит прекрасно И чего Захарасить СССР Нечем К сожалению Надо Мародеров Подрезать Сейчас хира Что он и пытается Сделать Сталкерами Выпиливает Мародеров И мариков 1 на 1 Сделал В двух форжах Больше граидов Вообще Что-то не делает Очень странно По рабочим Проседает Пуш агрессивный Пошел Чаш плюс сталкеры Со стороны хира До варп сталкеров Идет Через центр Там движение Тоже происходит У гумиху Кстати есть забегание У гумиху Ой Мазеркор Как летит Ниоткуда Он летит Куда ты летишь Там Мазеркор Хорошо Верчаш Успел Выставить СССР Пытается хира Забрать Но по-моему Не заберет А не заберет С 1 на 1 Грейдами Забрал СССР Марики Пытается Тут третий Нексус Вынести Хира Понял Что куда ему Лезть Уступает 2-2 Грейда Заказал И уже От экономики Будет Сейчас Исходить Неужели Мариков В 7 штук Вынесут Нексус Гуми Что ты стимпачишься У них еще Тот приход Не прошел Что ж ты Блин Не знаешь Что ли Дозняк Набьешь Пацанам А стимпак Больше действовать Не будет Не понимает Гуми Не знает Вещей элементарных Короче Этот Зелки Улетают Здесь На центре Видит Выход Хира Пошел Дробчик Здесь Нужны Пилоны Нексус Установлю Нексус Точнее Живой Доварпить бы Так А есть архивы А почему Хира Я что-то не понял Газ есть Почему он архивы Темпларов Не хочет сделать Что-то не понимаю Здесь Призму Либератор Будет встречать Либераторы Две штучки Призму Встречают Они Ну вот По грейдам Хира Будет Гумиху Будет В минусе По сравнению С Хира Да Как бы Но Так Гумиху Тоже Армари Добавляет И сейчас И грейды Начнут делаться Так Делок Сагрил Марик Чензилка Сагрил ТСМ Клуб Логи Не выпилил Опять Хира В центр Идет Но это Больше Он Ксилнаги Зачищать Будет 30 секунд Два Два Зилка Куда На третью Базу Здесь Много Юнитов Тирана Здесь Зилки Развалятся Сейчас Прыгают Вперед Марик Одного Вынесут Мародера Было бы Добить Попытаться Но Хира Не контролил Просто Зилков Даркшайн Сейчас будет Готов Где Призму Она же Где-то Уже Летит Да Она в районе Третьего Нексуса Но можно На муве Посмотрите Вот отсюда Просто С этого Пилона Варпануть Пешком Было Дарками Прийти Вот Понимаете Когда Ты Дарками Атакуешь Чужую армию Оппонент Смотрит Сюда И видит Что-то Тут Переливается Пространство Дарки Надо бы Просканить Конечно же Крутой Игрок Сразу же Просканит Но Когда Ты Издалека Дарками Идешь То Не всегда Их Обнаружишь Ой Гумиху Заметил Дарков Сейчас Очень Неприятный Момент Вот Сейчас Я Хотел Сказ Что Вот Здесь Нормально Пройти Тирана Вероятно Что заметит Малая Но Это Самые Прогеймеры Ребята Крутые Это Гумих Бьется Мишане И он Замечает Все И он Выпилил Сейчас Дарков Просто У Хира Очень Странный Микс Признаться Честно Сейчас Какой Я смотрю Он без Шторма Драться Не сможет Против Тирана Тут Либераторов Шесть Штук Правда Они Без Дальности Еще Сейчас 2-2 Будет По лимиту Просто 87 на 121 Боевой Да За счет Филдов Там Можно Протянуть Время Как-то Но Так Да Где На Четвертый Да Нужен Скан Обязательно Здесь Сцеха Перелетает С мейна Сканов Пока Поэтому Не будет Зелок Приходит И какой-то Рабочих Вон Можно Повыпиливать Выш Ты летишь Да Блин Хирич Так Да Зелки Врываются Минус Лаба Ну Минус Лаба Так Здесь Два Марика И Мародер Всего Можно Было Минус Минус Реак Забирает Зелков От Либераторов Улетает Просто Сейчас Шторм Бой Через Несколько Секунд Готов Шесть Штук Есть Что Ты Делаешь Тупик Вообще А Ребята На Одну Кнопку И Варпить Это Рэпид Фаер Быстрый Варп И Быстрый Каст То есть На Одну Кнопку И Варп И Каст Хира В итоге Вместо Варпа Выбрал Псидуряков На Сяко Станул Бывает Такое Ладно Скажем Честно Такое Бывает Штормы Пошли На Отступление Хира Штормы Кидает Можно Не Свалить Просто Так Здесь На Филдах Хорошие Бои Проводят Штормовики Где-то Сзади Основное Количество Хира Вот Они Подходят Гумич Смещается В другом Направлении Уже Движение Пошло Хира С тыла Приходит Сейчас Куда Шторм Будет Кидаться По Либераторам Будет Побил Шторм Не надо Под Либераторами Меститься Братюня Ты Что Делаешь Развалена В хлам Развален Хира Ребят Это 1-0 Гумич Переигровок У нас Не будет Уже Но Еще Матч Не Закончен Короче Говорят А Еще И Здесь Не До Конца Все Закончено Кстати По Земле Ты Хира Выпилил Все И 3-3 Грейды Будет Рановато Я Захоронил Уже Сонатор Ну Ладно Сейчас Вырвется Еще И Трех Либераторов Забрал Еще Будет Агрессивный Блин Не 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 7 Гейтов 14 Завар Ну Не Знаю Не Да Конечно Надо Разводить Сейчас Дарками Пытаться А у Гумиху Все Прикрыто Да Получается Нужно Делать Юнитов Для Битвы В лоб Нужен Шторм Обязательно Вот Хира На самом Деле Очень Хорошо Что Гумиху Не Делает Сейчас Ни Рейндж Либераторов Ни Гастов Шторм Будет Решать Это Можно Точно Сказать Едет Там Уже Это Хорошо Вот Заказал Хира Базу Очередную Занял Кстати Ее бы Оборонять Не вмешало Чем Ни Здесь Дробчик На дальнюю Двойной И Вот Сейчас Гумиху Все Правильно Он Будет Два Направления Брать И Шатать Просто Довар Битмазаш Так Делки Начинают Косить Ой Дарк Начинает Косить 16 Пробок Уже Минус Здесь Мародер Что Будет Но Здесь Хира Отбивается Ну Вот Это 17 Рабочих Потерял 17 Куда Сплетил Юнитов Своих Я Хрен Знаю Ребят Что Тут На Сберии Происходит Дайте Кгляну Я Все Урон Понял Все Вашевре Кидай Надо Сберет У Гумиша Здесь Вообще Беспредел Тут Цехи Летают Туда Сюда Пока Что И Гумиш Пытает Занять Базу Здесь Надо Штормить Обязательно Фидбэки Можно На Медиваки Кинуть Что Хира Издел Надо Обойти Либераторов Сбоку В это Время Гумиш Другого Направления Здесь Дроп Делает И Врыв Ну Нет Здесь Как Хира Пока Держится Ну Кстати Дальний Нексус Выпилил Здесь Ну Вроде Хира Живой Написайте На Шторм С другой С другой Стороны Если Заставить Гумиху Подраться Так Чтоб Шторм Идеально Кинуть Может Что-то И Получится Но Я На Месте Гумиху Просто Вразмен Шел И Ребят Тут Ступает Хира Кидая Два Шторма Ну Тут Хорошо Они Зашли Конечно Но Все равно Ребят Где Боевой Лимит Гумиху Я не понимаю Он По сторонам Летает А В лоб Как Драться Штормы Нужны Хира Не Кидать Штормы Сейчас Пошли Гумиху Все В куче Держит В такой Жесткой Штормовики Кончили Здесь Под Либератора Залетает Центряд 2471 Где В чем Этот А Он Прибегает Нет Все-таки Выпилил Гумихиро Жесть Вообще Тебе Кажется Надо Нерфить Стимпак А Мне Кажется Что Гумиху Может Сказать Шторм Надо Что-то Он Слишком Плотно Ложится Сейчас Ну Что Уже Су Точно Первое Место Занял Это Факт Ребят Хира Максимум 6-2 Сможет Сделать И У Зеста Нет Шансов На Выход Более Ну Тут Уже Все Понятно Можно Даже Карту Было Не Играть Все Сыграют Конечно Су Первое Хира Второе Гумиху Третье Зест Четвертое Два Тирана Плеев У нас Будет Хорошо А я Пилю Рекламу Тем Временем Ребят Помните Прошу Татблоки Просьба Отключать Ну И на Премиум Подписывайте Поддерживайте Опа Звук Пошел Какой-то Жуткий Какой-то «Бравей Какой-то ТСМ готов ТСМ готов Ну что, вторая карта Хирос против Гумича Переигровок не будет Уже понятно стало к концу грифы Этой данной Ну в любом случае мы посмотрели просто ТСМ готов На данный момент мы посмотрели почти Почти что 5 часов крутейшего Старкрафта Плей-офф, кстати говоря, завтра не ждите Завтра Колизея не будет Плей-офф начнется 11 октября Это среда, насколько я помню Также в 14.00 Раунд-офф 12 будет 11 сыгран полностью Четверть финала 12 Ну а полуфинал и финал 13 Короче Пятница 13 получается Это будет, кстати Раз 11 среда У нас получился 10 вторник Вроде как у меня другой день рождения будет Я как раз таки буду там На дне рождения Но я не знаю, что во вторник будет Там днем-то по-любому стрим будет Но у нас GSL'ов пока нет Никаких WCS'ов Сезонные новые Еще не заряжены, ребят Переди BlizzCon Переди такие Сейчас турниры всякие онлайновые Стараются люди поставить Потому что, ну Межсезонье получается Для тех, кто не прошел Для тех, кто прошел Они готовятся Я имею ввиду К BlizzCon'у готовятся Естественно Так Кира за старое свое То есть он любитель таких тем Вы видели? Уже даже не секунду Уже меньше секунды Готовность Сэхи здесь Была Кира начинает ее выпиливать То есть тут просто коснуться Рабочий мурас И все Она готова будет Вообще здесь Не очень вовремя Телепортнулся Хира Но здесь Гумиху зато С клоном выносит На рампе получается Пилон Поэтому только СС Чтобы получится отменить Уже Арахул, кстати, готов Будет залетать Да, полетел Хира вперед Гумич не видит ничего Пока сейчас меня Заинтересовал момент Интересный Слушайте Если Гумиху 2-0 Минус Нед Хира То за третье И второе место Будет переигровка Кстати говоря У них равное По картам будет И А, он Второе займет Извиняюсь По личной встрече Он пройдет Переигровок не будет То есть нужно Чтобы равное по картам Было еще и личная встреча Да, значит Не будет ничего Не понял Что бы хорошо Если бы Лиза Дали какую команду Не знаю Про что же там Ты в какие-то Свои проблемы Пока У нас тут проблема Кто у нас С группы Д Выйдет Так Три Оракула Кстати, сейчас будет Плюс два адепта Три сталкера Плюс оверчаж Кстати, можно зайти Сейчас Адептами Плюс сталкерами Зайти Не, не стал Еще будет Да, варку Затем Что ждет Танк Удаделся Танчик надо Минусовать Танк минусует Что творишь Куда ты полетел Танк надо забрать Забирает танк Хира ХСМ Забирает Мариков Забирает Сверху Викинг Конечно Оракулов жгет Но они пока Сталкеры живут Только выжгут Рабочих Ребят Здесь в это время Дробчик из восьми Мариков прилетел Эта игра может На самом деле Весело кончиться Потому что здесь Ничья какая-нибудь Может быть Например Сейчас С цехами Улетит Гумич И все А, еще и Викинг Выпиливает Мазеркора Лишается Хира Он лишается Возможности Телепорта Домой Это теперь Вообще Размен Абсолютный Два сталкера Довар Под одного Гумику Заковырял Ну то есть Двумя сталкерами Плюс Мариками Хира Собирается Здесь Разбирать Ну да Разберет Кстати Все-таки ГГ Гуми еще Или в ничью Будет биться Не, ну в нексус То есть Ничью Уже смысла Тоже нет Биться Викинг Упадет Сейчас Контроль Нулевый Блин Викинга Забыл Здесь Марики Все Со сталкерами Мясица Продолжают Сталкеры Живут Хира Как демон Кайтит Начал пробок Заказ Ресурсы Есть Ну все Это победа Просто Ребят Сталкер Победи Две Кснки Минус Дгп Еще Гумиху Ничьи Не будет Ну прикольная Игра Получилась 1-1 ЦУ Первое место Хира Второе Гумиху Второе Нет Погодите Гумиху Третье Хира Второе Если Гумиху 2-0 Выиграл Тогда Пока Не готова Сетка Плей-оффа На самом деле Я не знаю Когда Будет Тур Тур Ее Юрия Очередке Тур Кimas Так, не дают китайцы реплеи посылать сейчас зрителям, ребят? Ну, значит, я после Турика сделаю. Завтра Тинг. Блин, а я хотел... Зачем вот Инди спросил этот? Вот если б я не знал, я бы выложил бы и все, как бы и не парился, как бы сказал бы, сори, если что. А так-то я уже знаю, и, блин, китайцы могут обидеться, поэтому после общего турнира окончания я выложу эти репки, ребят. Вы уж извиняйте, но придется так сделать. Уж китайцы что-то не хотят, чтобы приплеи выкладывали. Так, ну что, закругляюсь, ребят. Выхожу из Старкрафта. Поддержатели в пилил. Так, в общем, сегодня у нас все. Так. 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 Так-с. Не, отбор на HomeStory стримить я не буду, это точно, хотя европейского эквали. Будем надеяться, кто-то пройдет. Короче, ребят, сколько у нас 19.00? Не, на сегодня закругляюсь пока, пока закругляюсь, подождите. Топ старт делаю.